Ну хорошо, я могу микрофон выключить, мне несложно. Продолжение следует... 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 В итоге, вы знаете, я в какой-то момент, я понял, что, ну, ты все время думаешь о том, что, типа, ты боишься вот этого эффекта гроба, а когда тебя, типа, кладут, ты не можешь двинуться перед тобой, вот, типа, ты понимаешь, что перед тобой прямо нависает какая-то, там, какая-то стенка, да, и я понял, что, блин, как бы, я не знал, что у меня есть такая фобия, как бы, а теперь она у меня есть, вот, в общем, короче. Смотри, не смотри фильм, как же называется, что-то, когда они с того света воскрешали мертвецов, блин, забыл, как называется, неважно, короче, там история была с МРТ-сканером, там у человека, который туда положили, обнаружились металлические предметы в, как бы, в теле. Ну, вот, как бы, да, я представляю, я знаю, в чем прикол, как бы, и в итоге я в какой-то момент вышел, подошел к девушке своей и говорю, блин, Оля, ты знаешь... Стрёмно пиздец, да? Стрёмно пиздец. Я говорю, я, если честно, я даже, я, если честно, даже не знаю, что делать, и причем мне там врач говорит такая, типа, что, ну, вы понимаете, у вас, типа, выбор, или вы делаете себе КТ быстро, но, типа, там не будет того, чего вам нужно, или, типа, вы терпите, как бы, или вы не делаете исследование, типа, и нихуя не знаете, что у вас там, короче, и ты такой, ебать копать, вот. И я пришел такой, Оль, я, блин, я не знаю, что делать, я, блин, прям реально не знаю, что делать, он говорит, хочешь, я с тобой постою, вот, и она реально стояла все это время, я просто, около этой штуки, вот, и, как бы, вот, смотрела, типа, что там я, как, вот, вот, и единственный, единственный, наверное, совет, который я могу вам посоветовать, который мне помог, ну, если вдруг вы тоже никогда не проходили МРТ, а вам вдруг придется по какой-то причине, это первое, закрыть глаза, когда вы забудете заезжать, и ни в коем случае не открывать, а лучше вообще даже повесить масочку, вот эту, знаете, которая для сна, чтобы, если вы даже случайно открыли глаза, вы ничего не увидели, но вы не увидели потому, что у вас маска, типа, а не потому, что, как бы, там, по какой-то другой причине, вот. И второй момент, это, конечно, считать время потихонечку, вот, потому что, если вы будете считать, ну, там, типа, один Миссисипи, два Миссисипи, три Миссисипи, четыре Миссисипи, вы потихонечку сможете так посчитать, так-так, дошедите, дошедите минуту, так, вторая, треть, потом в какой-то момент вы потеряете счет, подумаете чуть-чуть, так, окей, прошло примерно, там, 30-40-50 секунд, минута-две, вот, в итоге я насчитал примерно 11 минут, и меня вытаскивают, и я, такого, типа, круто, вот, и выяснилось, что мне реально, меня 11 минут все делали, я говорю, а вы же говорили 15-20, он говорит, ну, так вот, как бы, и мне потом рассказали, что они специально говорят 15-20 минут, побольше, вот, чтобы, типа, люди, ну, как бы, когда их вытаскивают, чтобы они вздыхали с облегчением, вот, оготовились к лучшему, вот, и я могу сказать, что, конечно, это реально, вот, я не знал, что это страшно, но это, блин, реально страшно сидеть, как бы, потому что я, в общем, ну, как бы, никогда не думал, что боюсь таких вещей, как бы, да, но, как бы, да, вот, тут пишут, ну, типа, Мур, конечно, поугливый, что, да, вот, блин, пацаны, ну, знаете, как бы, у всех свои фобии, я бы сказал, да, у людей разные вещи, как бы, пугают, кто-то, например, не может слушать, там, как, кто-то что-то рассказывает, например, там, или еще что-нибудь такое, ну, какие дела, вот, короче, что, давайте тогда начинать, да, ну, прежде чем мы начнем, у нас там донатики, сейчас я прочитаю, два доказательства 200 рублей, запоздала Валентинка, спасибо тебе, замученный колпак Неви, она занес 100 рублей, ебать, подгон, ну, хуярился вчера так, что охуеваю до сих пор, а тут вы, теперь я буду охуевать с вами, всем жмыхнуться и половинку кротануса, спасибо тебе большое, Невиан, Джейсон Стэткин занес 100 рублей, Тимур, в прошлом году, когда ты говорил, что записываешь свои траты и бюджеты, посмотри приложение Дэбит и Кредит, если что, это не реклама, спасибо тебе, Джейсон Стэткин, хуя не посоветуют, да. Курсит Проха занес 73 рубля, Клабхаус, меньше, чем авто, меньше, чем говно, меньше, чем аниме, понял? Замученный колпак, наверное, занес нам 100 рублей, Официант, моим суперамфетамин, извините, могу чем-то помочь, да, включите техно. Владе Винограде, 90 рублей, здорово, отец, как круто, что вы днем собрались. Мы редко собираемся днем, да, спасибо тебе, Александр. Редко собираемся днем, но метка, у нас просто другого выхода особо нету. Либо сегодня, либо на этой неделе уже никак. Либо никогда. Да, такая история. Слушайте, мы начинаем завтра касса номер, какой номер? Какой номер? 213. 213, офигеть, надо было 13 выпуски просто пропускать, наверное, сразу сделать 14, чтобы потом люди спрашивали, типа, а где 13 выпуск? Не знаю, куда-то делся, пропал, наверное. И будет конспирансия теория. Я без понятия, что случилось, да. И 213 выпуска в Тракаста ведут, как всегда, ну, почти как всегда, его бессменный ведущий, я ваш ведущий, Дмитрий Замбак. Вот рядышком со мной сидит на видео, а на самом деле мы не вместе, мы разделены Москвой. Тимурчик Сефирмлюков. Это я. Тоже наш постоянный ведущий. И приходящий ведущий редко к нам приходит, но, тем не менее, мы всегда ему рады. Максим Козарецкий из далёка Казани. Привет, Максим. Да, привет, привет. Разделённый М25, знаешь, такой от вас. Да, разделённый Россией. Да, да. Короче, в 213-м Завтра Касте вы услышите и увидите такое, такое, ой, господи, просто вы даже себе не представляете. Я тоже, потому что только сейчас открыл шоу Ноты и унел от того, какое здесь большое количество всего. Говно. Мы справимся, мы справимся, пацаны. Слушайте, ну, прежде чем мы начнём подкаст, стоит напомнить, о том, что у нас есть и другой подкаст, который классный. Да, кстати, у нас вышел буквально вот на днях, буквально чуть ли не сегодня, когда вы слушаете этот подкаст, это будет как раз на днях, подкаст «Мама, я в стартапе», который мы делаем совместно с фондом Сколково. И, в общем-то, напоминаем вам, что это люди, знаете, вот если вы вдруг когда-либо думали о том, что «А, фонд Сколково, хо-хо-хо», просто послушайте, потому что мы очень стараемся подбирать очень крутых гостей, которые делают действительно реально интересные, необычные вещи, так скажем, такой прям почти что киберпанк, и то, чего, так скажем, как бы вы не ожидаете, вот. То, чего вы не ожидаете, что как бы люди уже сейчас это делают, и вообще даже это существующие продукты, которые уже работают, они уже как бы там продаются или вообще в целом на рынке существуют. Вот в том числе мы в новом выпуске «Мама, я в стартапе» взяли интервью у чуваков, ну, точнее, у конкретного человека, который возглавляет компанию, которая по любому вашему капризу отправляет огромный гелиевый шарик на орбиту, и, соответственно, вы можете... Стратосферу, не на орбиту. Стратосферу, да, короче. Вы можете запустить это все, что хотите, начиная от какой-нибудь шпионской камеры и там смартфона, или, например, каких-то очень серьезных там сенсоров, космических аппаратов там и так далее, чтобы проверить. Метаматериалов или еще чего-нибудь такого. Да, вообще любую штуку. До замороженной пиццы легко. Замороженную пиццу тоже отправляли. Любой каприз за ваши деньги в стратосфере. Короче, разговор вышел на самом деле очень классный, и видно, что Денис, с которым мы разговаривали, он реально горит всей этой темой, и ему было прям интересно и с нами поговорить о ней тоже. Так что пятый выпуск мы вам советуем. Где искать, нас спрашивают «Мама, я в стартапе». Где угодно, то есть можно в iTunes, можно на Яндекс.Музыке, можно в Google Подкастах. Где хотите, там и найдите, просто по поиску. Ну и вдобавок ко всему, мы всегда добавляем в шоу-ноты ссылки на подписку на этот подкаст. Так что можете там подписаться. Ну а мы начинаем наш подкаст с того, что у нас сегодня есть спонсор, парни. Представляете? Вернувшись. Эй, мы не будем голодными. Слушайте, знаете, на самом деле, что самое смешное? Что люди покупают у нас рекламу, а потом такие, типа, блин, она реально эффективная, давай к ним еще раз придем. Да, это примерно так и работает, знаешь. Ну то есть как бы обычно бывает не так. Ну то есть, знаешь, как бы люди покупают рекламу, такие, что-то не сработало, давай-ка еще раз попробуем у них купить. Вдруг второй раз сработает. Или третий, или десятый, или двадцать пятый. А здесь, то есть, как бы действительно сработало. Представляете, мы такой подкаст, который интересен рекламодателю. Ну, мне так кажется, по крайней мере. Не знаю, что там рекламодатели про нас думают, но это уже к Тимуру больше вопрос. Ну да. А сегодня у нас замечательный спонсор, компания Selectel. И я могу сказать так, у Selectel, если кто не знает, они тут у нас рекламировали облачные всякие сервисы, размещение там оборудования, хостинга и так далее, и тому подобное, то есть, они занимаются в основном продажей серверных решений для облаков там и так далее. И самое главное, то есть, высоконагруженные серверные решения, то есть, прям для... Если у вас сервис масштаба ВКонтакте, они способны вытянуть такой сервис. Ну, да. Только я думаю, что масштаба ВКонтакте, если у тебя сервис, вряд ли ты пойдешь к Selectel, ты, наверное, будешь делать что-то свое. Классно к Selectel. Серьезно? Я не знал. Ну, классно. ВКонтакте как раз на Selectel сидит. Короче, тут история в том, что, во-первых, в Selectel выпустили свои облигации, они продаются на Мосбирже. Если вы внезапно хотели купить какую-то российскую компанию, которая может по облигациям вам выплачивать что-то, вот, пожалуйста, вам вариант, можете Selectel им воспользоваться очень легко. Но вообще, это один из ведущих российских провайдеров IT-инфраструктуры. То есть, вы можете с нуля построить абсолютно любое IT-решение, которое требует от вас дата-центра, или хостинга, или облаков, или кластеров кубернитис, или, я не знаю, там, каких-нибудь облако на виртуальных машинах, на VMware и так далее, и тому подобное. То есть, у них, на самом деле, на сайте много всего. Реально дофигища всего. И надо перечислить. Клиенты. Mail.ru Group пользуется Selectel. Cyan пользуется Selectel. Tugis. Амедиатека. Даже Dodo Pizza. Представляешь? Никогда не думал о том, что Dodo Pizza пользуется Selectel. А ты знаешь, очень круто, потому что, помимо того, что мы их рекламируем, да, и мы это делаем не бесплатно, надо сказать, что мы с Тимуром модерировали их комнату в Clubhouse. В общем-то, до записи подкаста. И они реально, вот, на этом примере рассказывали, как они могут вас отмасштабировать, как они могут вас подключить. И самое прикольное у них, что даже если вы начинаете маленьким сервисом, а потом вы превращаетесь в большой сервис, вы можете не уходить от Selectel. То есть, вы можете расти внутри Selectel и делать это, ну, очень вменяемо в плане бюджетирования, в плане нагрузки и так далее. То есть, это тоже важное преимущество, потому что очень часто так случается, когда ваш сайт, там, я не знаю, или проект становится популярным, вам приходится менять провайдера, потому что текущий просто не тянет. У них, кстати, есть какая-то штука, которая в Виске, или как она там называется, не помнишь? Она позволяет, вот, просто ты заходишь и покупаешь, по сути, кусок облака, в котором ты можешь развернуть, что хочешь. И если, например, у тебя, ну, как бы, вот, твое мобильное приложение, ему пользуются, там, условно, три человека, да, то у тебя будет, там, не знаю, там, сервер с одним ядром и, там, одним гигабайтом оперативки. Ну, я утрирую, я просто говорю, что примерно, да, например. А если вдруг внезапно на твой, о твоем отличном мобильное приложении прибежало, там, не знаю, 500 миллионов человек, да, потому что оно где-то завирусилось, то тебе не надо будет переезжать. Ты просто берешь и увеличиваешь те параметры, которые тебе нужны. Захотел больше места на диске? Пожалуйста. Захотел больше ядер для процессора? Пожалуйста, захотел еще что-нибудь. То есть, это такая резиновая инфраструктура, и это реально очень круто. То есть, мне кажется, что вот для облачных каких-то решений это идеальный выбор. Так что, Selectel, это у нас IT-инфраструктура для амбициозных проектов. Переходите по ссылочке в описании, в общем-то, почитайте про них, если интересно. Я, кстати, вам хотел аккуратно напомнить, что мы с Максом модерируем теперь уже еженедельное мероприятие от Selectel в Clubhouse, и поэтому, если вы все-таки там зарегистрированы, подпишитесь на меня или на Макса, меня можно найти там по никнейму Тимурсе. И, соответственно, в следующую... Как обычно, везде тоже такой же шейхулют. Да, шейхулют. И вы можете, соответственно, в следующую среду подсоединиться. Там будет очень крутая и интересная тема про кибербезопасность и сохранность пользовательских данных. Так что приходите и подписывайтесь. Ну что, давайте начинать, собственно, сам подкаст. Наша основная и самая главная и самая любимая рубрика «Слухи слухи» и на этой неделе полнится огромным количеством слухов по той игре, которую, наверное, мы все, в принципе, ждем. Это Silent Hill. История в следующем. Есть такой сайт Video Game Chronicle. Он, в принципе, не очень известен в России, но он довольно популярен на Западе. И на Video Game Chronicle вышла статья по поводу того, что их главный редактор Энди Робинсон считает, что... Ну, то есть у него есть, наверное, какие-то источники, а может быть нет, неважно. Что новый Silent Hill, он как бы делается немножко не компанией Konami, а неким аутсорсинговым проектом, неким, скажем так, проектом, которого Konami только имеет, как сказать, имеет внешнее управление, скажем так, а делает саму игру, ну, кто-то, непонятно кто. Слухи следующие. Якобы делаются два разных Silent Hill. Первый Silent Hill — это крупная игра, которая с большим бюджетом, с именитым разработчиком, каким-то японским, не Кодзимой, это уточнили отдельно, каким-то другим японским разработчиком. Подозревают, что это, скорее всего, какой-нибудь Japan Studios или типа того, а если это так, то, скорее всего, к этому имеет отношение компания Sony, и, значит, новый Silent Hill, может быть, будет эксклюзивом PlayStation 5. Второй... Какой потенциально студию, как ты считаешь, может делаться японской, но не Кодзима Studios? Да какой угодно. Ну, смотри, методом исключения платинум, они не возьмутся, у них и так проекты для пизды, ну, из крупных студий вот изменивших. Ну, они не делают хоррор, типа Silent Hill. Да, значит, я не знаю, там, Tango Gameworks — это беседка, они сейчас делают свой собственный Ghostwire Tokyo, не до этого. Ну, что значит, не до этого, смотри, сколько денег дали, ну, то есть, как бы, кому... Ну, нисколько они продаются, потому что у них денег нет Microsoft, как бы сейчас немножко метать ситуация. Я тоже, я пока не очень понимаю, какая студия вообще все это может вывести и сделать нормально. Кроме Sony. Вот, кроме каких-то там внутренних студий Sony. Но я, кстати, вам напоминаю байку о том, что якобы, ну, как бы она почти подтвержденная, о том, что чуваки, которые делали Until Dawn, они же пришли в свое время к Konami и питчили им Silent Hill, и Konami не согласилась с ними работать, и то, что они питчили, в итоге, ушло в Dark Pictures. Которое, Майн оф Миден и какая-то вторая, я забыл, как им бы называться. И вот эта вторая игра, которая вот недавно вышла, короче, они, это обе игры, которые сделаны на наработках того, что они собрались сделать в виде, по сути, Silent Hill. Так вот, второй слух по поводу Silent Hill, это то, что есть еще второй Silent Hill, как я знаю, есть большой Silent Hill, да, и Silent Hill поменьше. Да, людской и воровской. Людской и воровской, да. Так вот, второй Silent Hill, это проект поменьше, якобы он поэпизодно будет выходить, но это не точно. И второй проект делается студиями какой-то западной студии. Так вот, история в том, что как раз Video Gaming Hornicle предполагает, что это будет делать Bloober Team, команда, которая делала недавний медиум, они делали Lairs of Fear из хорроров, и вот это вот про Ведьму из Блэр игру, которая, на мой взгляд, абсолютно отвратительное говно, но это ладно. Ну, а то Observer классно. Да, и Observer, кстати, потому что тоже они делали. Что думаете по поводу западной студии? Какая, если не они? Знаешь, мне кажется, два момента. Если это действительно поляки, то это значит, что Konami, сука, не обучаемые, потому что они уже отдавали чехам Silent Hill. И что, получилось? Получился Homecoming. Я, кстати, в него так и не играл ни разу. Вот, и много чего-то другого. А второй момент очень серьезный. Ты знаешь, вот все утверждают что-то про Silent Hill, там, на Ресетере свои инсайды, здесь свои инсайды, а в реальности Konami такая, что, бля, происходит вообще? Какой Silent Hill? Вы чего? Это гачи на телефоны, пацаны? Я бы не удивился. Гачи на телефоны в стилистике Silent Hill'а, я бы посмотрел на эту историю, мне было бы интересно. Конечно, просто ты трясешь пирамид Хэда, и из него выпадают эти шарики с героями, понимаешь? Ну, и третий, наконец, слух от того же Энди. И, кстати, вот мне интересно, заканцелят ли Энди Робинсона, если все его предполагаемые слухи не сбудутся? Ну, то есть, если он просто свалял хуйню и написал в свитер какую-то какую-то ерунду, как ты думаешь? Я думаю, что никто ничего никого не будет канцелей, потому что я тебе напоминаю, что вообще-то у аудитории, интернет-аудитории во всем мире память как у Золотой Рыбки. А, то есть, слухи недели. Люди ничего не помнят. Именно поэтому у нас они называются слухами недели. Через неделю все забудут. Да, я тебе просто напоминаю, что люди, которые делают полную поебень, умудряются как бы идти дальше по работе, работать какими-то суперкрутыми там чуваками, типа Фила Харрисона, понимаешь? Да. То есть, человек просто там проебывает все полимеры в каждой компании, в которую он приходит, короче, и чего? Вот, вот он, он до сих пор в стадии возглавляет. Только ты у нас такой злопамятный, а люди, как бы, они добрее к людям относятся, понимаешь? Ну, то есть, у них память золотой Рыбки. Просто дали ему шанс, понимаешь? Дали ему шанс. Еще раз. Ну, 15 раз. Ну, а что? Человек не заслуживает еще одного шанса, что ли? Братан, сейчас тебе Питер Мулинье там, типа, сделает тебе пиздатую игру, как бы вот тогда поговорим. Ты на это посмотрел. Но, короче, последний слух от Энди Робинсона. История в том, что не только Silent Hill отдали на аутсорс, якобы отдали и другие франшизы Konami. Нет, не отдали, а думают отдать. Думают отдать, да. Другие франшизы Konami после того, как Metal Gear Survive провалился, после того, как новая Contra провалилась, потому что была говном, Konami поняла внезапно, что как-то у нас что-то не получается у нас с видеоиграми. Давайте их просто отдадим кому-нибудь. И идея в том, что они могут аутсорсить Костельванию, что, в принципе, ну, логично. Они уже как-то это делали. Ну, они до этого ее аутсорсили. Помнишь, они отдавали ее Mercury Steam и сделали Lords of Shadow или как он там назывался? Да, и знаешь, кто там был продюсером у этой игры? Идео Кодзима. Серьезно? Я не знаю. Да, Кодзима был продюсером первого перезапуска Костелвания. Я понял. И самая главная для нас история. Metal Gear могут отдать на аутсорс. А-а-а. Как вам такая история? А кому нахуй нужен без Кодзима? Потому что, ну, поговаривают же, что Metal Gear как минимум ремейк делают, но не Konami. Блюпоинт пили. Якобы, да, Блюпоинт делают. Поэтому давайте-ка подождем. Ну, смотрим, посмотрим, что там будет летом. А потом, если что, будем VGC пиздунами называть. Так что. Не входит без проблем. Я думаю, что это все-таки... Кебал меня. Напиздюнькал. Это, знаешь, такая новость и апдейт. Напиздюнькана. Понимаешь? Так живым текстом. Это совершенно нормально. Вот. Но, как бы, я вам напоминаю, что вообще, как бы, вот, возможно, возможно, нам все-таки в ближайшее время не все-таки покажут эти игры. Вот, Макс правильно говорит, что подождем до лета. Вот. Потому что, ну, а вдруг? Да. На Е3. Я напоминаю вам, что в этом году Е3-то будет электронная. Понимаете? Она будет вот... Электрическая, да. Электрическая Е3, да, будет. Она будет происходить у нас, вообще-то, как бы, в онлайне, в Клабхаусе. Слушайте, кстати... Минут без упоминания Клабхауса ноль. Знаешь, на самом деле с этой электрической Е3 очень смешно, значит. Е3 объявляет, что они проводят электронное вот это мероприятие, что там все еще надо платить шестизначный взнос за участие. Вот. Там все еще какие-то дебильные требования. И тут нет, Дэн, да выходит такая, говорит... А, кстати, пацаны, у нас через 24 часа директ. Приходите. Такие, что? Что? Какой директ? И приходит полтора миллиона зрителей. Полтора миллиона зрителей. Ты понимаешь, что, смотри, у Нинтендо есть директ. У Иксбокса есть какое-то там свое мероприятие. Иксбокс Вайер, да. Я забыл, как называется, да. У Плейссейшн есть. У Близзард, недавно был Близзкон, тоже есть. Мы тоже расскажем про него, да. То есть у всех больших издателей и платформодержателей у них есть что-то свое. На хуя тебе приходить к Е3 и говорить, братан, у нас сейчас не получается ничего с большим помещением, где ты можешь выставить, где куча народа посмотрит на всю эту историю. Мы тебе предлагаем наш твич-канал. Ну, только заплати нам 6 тысяч долларов. Ты что? Ты 600 тысяч не хочешь? За что? За что я должен платить, если я могу трансляцию разговаривать своими силами? Ни хера. Я просто напомню, что когда Sony сказала, что мы не участвуем в Е3, все Sony дружно хоронили и говорили, что PlayStation 5 провалится. Sony проводили свои трансляции. Там, блядь, один несчастный твит про шнур питания PlayStation 5 собирал больше энгейджмента, чем все анонсы Е3 вместе взятые, сука. Ну, вообще, я вам аккуратненько так намекну, что в текущей ковидной истории, когда все делается виртуально, совершенно нет никаких вообще инициатив, мотиваций для того, чтобы делать что-то на базе Е3. Кроме одной. Какой? Если вдруг разные компании идут, собираются такие и говорят, а мы сейчас заебашим кучу анонсов, и ты такой сидишь в говне без анонсов, то, конечно, придется что-то выдавить. Все, понимаете, потому что, ну, куда там, типа, новые, это, новые, то, ну, вот это, вот это, вот это, вот это, вот это, вот это, и такой, а ты такой в говне сидишь, типа, как бы, да? И такой, ремейк Металл Геро! И все такие, типа, сразу такой, куда-то на второй план уходят, короче, а у тебя там, а ты как царь такой сразу сидишь. А теперь они в говне сидят. Я почти уверен, что Microsoft заявится на это виртуально. Они могут, как бы, или Electronic Arts покажет Battlefield свой, я на просто... Я не понимаю, зачем вам это нужно, если они показывают схуёвые веб-камеры Филла Спенсера, у которого на заднем плане стоит Xbox Series S, и, как бы, абсолютно нормально. Ну, то есть, как бы, они не заморачиваются в этом плане. Да, вот как же Максим. Слышь, мне в этом плане удивляет другое, что почему-то большому количеству крутых спикеров, которые рассказывают про какие-то игры, платформы, там, и так далее, до сих пор почему-то не покупают нормальных веб-камер и микрофонов. Причём Microsoft производит и то, и другое, на секундочку. Ну, вот я реально этого не понимаю. Вы уходите от темы. Короче, давайте мы... Чё на дирекции-то показали, которые за сутки до анонсировали? Блин, вот это, на самом деле, интересная история. То есть, смотрите, есть компания Nintendo, у которой есть куча игр, которые все ожидают. Директы они проводят, ну, довольно редко, но они проводят иногда мини-директы такие, знаешь, где там, типа, анонсируют какие-то мелкие игры и прочее. И все думают, ну, раз будет большой директ, то сейчас будет просто ебанистический анонс. Зельду покажут. И мне понравился в этом плане ролик от Данки, где он смотрит этот директ, и там, типа, выходит этот чувак, я забыл, как его зовут, японца, который, типа, разработчик Зельды, говорит, мы знаем, что вы долго этого ждали. Он такой, да, давай. Мы знаем, что сейчас вы ждёте только одну игру. Да, 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 какую? Типа, новую Зельду. Все такие, да, давай, да, показывай. К сожалению, нам нечего показать. Это троллинг уровня Final Fantasy, помнишь, когда... Да. Когда выходит... Это очень похож на Final Fantasy 7, да, 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 да. Да, 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 да. И реально седьмая финалка с PS1 на PS4. Короче, я читал от фанатов Nintendo, что это худший, с их точки зрения, директ, который вообще, в принципе, может быть. Потому что хайп был очень силён, а показали хуй да нихуя. Из того, что можно вспомнить... Подожди, более 20 игр. Да, из которых, значит, интересны людям, может быть, две. Ну, подожди, ты что хочешь сказать, что реально из 20 игр, типа, всё фигня и никому не нужна? Ну, показали, смотри, Splatoon 3. Насколько сильно ты заинтересован? Это был самый крупный анонс. Нет, подожди, подожди, а играл ли ты в Splatoon 2? Вообще Splatoon играл? Я нет. Я нет, не играл. А в первую, в вторую? Я играл в вторую. Я играл в Splatoon. Я играл в первую, в вторую. Я не играл ни в тот, ни в другой. Мне теперь жалко себя. Мне просто нравится, что начало этой трансляции, оно началось с того, что, типа, тебе показывают героиню из... Из The Blade Chronicles. Да, из The Blade Chronicles. И, типа, она будет в Super Smash Bros. То есть, блядь, вот зачем об этом объявлять? Почему это нельзя было показать на мини-директе? Ну, неважно. Ты знаешь, меня другое повеселило. Они показали там ремастер, HD-ремастер Зельды Skyward Sword. Это когда Зельда, который выходил на Wii эксклюзивно и была с очень хуёвым управлением, чем и запомнилось. И такие, все-таки, да, Зельда, в HD, ну, хотя бы так, ну, хотя бы что-нибудь, как, 60 баксов. И тут я, блядь, вспомнил, что Sony хуесосили за то, что она за 20 долларов продаёт паука с рейтрейсингом. Который новая игра, в общем-то. Да, 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 так-то вообще, который 2 или 3 года. То есть, и там выходит Skyward Sword, это буквально HD-порт, в нём нихуя не поменяли, кроме управления. Просто это игра на Switch'е, всё. Ну, да, то есть, как бы... Налог на Nintendo. Налог на Nintendo работает. Я вот сейчас листаю, кстати говоря, что показали на DTF, там, кстати. И могу сказать, что Skyward Sword, наверное, единственная игра, которая меня здесь интересует. Вот, серьёзно. Ну, да, потому что так и есть. Все остальные, это вообще хуй, пойми что. То есть, как бы, и... Мне кажется, что есть какая-то определённая проблема в том, что у тебя есть консоль, которая продаётся как горячие пирожки, у которой дохуяще всего, там, типа, огромная фан-база, особенно в Америке, там, и так далее. У которой дохуяще инди-игр и прочего. Но если ты так вот перечисляешь себе игры, которые реально стоят для того, чтобы её купить, там, поиграть, то дело ограничивается исключительно играми Nintendo. Почему? Ну, потому что где Bayonetta 3, алло? Куда она делась? Куда платина? Она была анонсирована, была 2,5 года. Да, Metroid. Помните Metroid? Помнишь Metroid? Как он, Metroid Prime? А я ради Metroid вообще-то свою консоль покупал, потому что когда они анонсировали Metroid, я пошёл и купил Switch, потому что я очень люблю Metroid Prime. Да, то есть, как бы, я не против переиздания, там, типа, классных игр, то есть, даже та же Зельда клёвая, или, там, Mario тот, который был... Слушай, а чё им, вот-вот-вот, просто объясни, чё им мешает хотя бы Metroid Prime переиздать? Вот именно Prime, который шутер, блядь. Но он очень устарел уже. Есть подозрение, что... А то Skyward Sword я не устарел. Да, блядь, добро пожаловать, Тимур. Слушай, ну, Skyward Sword я посмотрел на видосы, там, типа, он не выглядит настолько устаревшим, как... Праймы нормально будут играться на Switch. Блядь, чувак, я недавно посмотрел запущенный Prime в 4K, 60 FPS, типа, на ПК. Я тебе открою страшную тайну, в Switch он так идти не будет. Ну, я имею в виду, что я посмотрел на него, и он уже выглядит прямо сильно устаревшим, вот. Вот эти одинаковые коридоры, где ты идёшь, вот эта пушка, которая у тебя торчит спереди, перед тобой, понимаешь, не сбоку там чуть-чуть, а прямо перед тобой, и ты такой... Ну, прям смотришь, она выглядит реально суперстаро уже, как бы. Ну, то есть, это то, во что ты сейчас не захочешь играть. С Prime'ами. То, что технический директор студии, который делал Metroid Prime, он ушёл вместе с другими чуваками, тех лидами этой игры, она была очень продвинутой до своей эпохи, и основал такую маленькую инди-студию, она называлась Bluepoint. Да, серьёзно? Да, да. А теперь у нас есть все игры, которые сделал Bluepoint в плане этих... Ремейков, ремейков. И тут мы плавно переходим к той истории, что, помните, я вам говорил про редактора в Video Game Chronicle, который там, типа, рассказывает всякие байки, да, там, может быть, он прав, а может быть, и нет, но он в Твиттере своём написал, что если вы разочарованы Директом, и там, что там, типа, один только ремастер Skyward Sword, то есть ещё две игры старые, Wind Waker и Twilight Princess, тоже Зельда, и они 100% выйдут в этом году, потому что в этом году 35 лет исполняется, по-моему, франшиза Legend of Zelda, да, может, ещё чему-то. Ну, короче, 35 лет точно исполняется, это я точно говорю. И к этой дате, типа, они будут выпускать. Всё это должно якобы выйти летом. То есть вот летом это выйдет. Я Wind Waker жду, потому что... Wind Waker клёвый. Это, наверное, единственная игра из старых Зельд трёхмерных, которая... Violet Princess — охуительная Зельда, братан. Violet Princess и Wind Waker — это повод расчехлить свечи. Skyward Sword — это как раз вот та Зельда, которой можно просто хук забить на неё. Мне она никогда не нравилась. Она вот такая. Ну, короче, вот я Wind Waker, если честно, жду, потому что всё время мне она очень нравилась, как она выглядит на Wii. Я на Wii U. На Wii U, да, точнее. Я прям смотрел и думал, блин, вот прикольная игра. Она реально прикольная такая. Я люблю такую стилистику. Я, кстати, вам напоминаю последний слух недели, который частично можно увязать с Директом. Дело в том, что мы уже об этом говорили, что якобы собираются выпустить Switch Pro, и теперь, короче, датамайнеры раскопали в какой-то там игре профайл, ну, в игре со Switch'а. Профайл, соответственно, не только запуска, типа, в доке и запуска в портабл-режиме, но и, типа, ещё один режим запуска, который работает, типа, в 1440p. Соответственно, с высокими там настройками, со всеми делами. Вот. И, как бы, теперь там народ сидит, думает, гадает, экстраполирует, там, читает, пытается найти там какие-то подтверждения из патентов NVIDIA, там, патентов Nintendo и прочее. В общем-то, говорят, что якобы всё-таки Nintendo выпустит в ближайшем будущем Switch Pro, который будет работать, соответственно, на новой тегре, которая в базе будет работать примерно на том же уровне, что и обычная PlayStation 4, то есть около полутора, там, типа, двух терафлопс. И при этом ещё там будет использоваться DLSS 2.0, который позволит, ну, соответственно, игры делать в более крутом качестве, чем на PlayStation 4, и, по сути, подтянуть консоль до уровня Xbox Series S, вот, или Xbox One X. Поэтому, ну, знаете, как говорится, делите на 9000, как бы, но, в принципе, возможно, возможно, если DLSS всё-таки смогут перенести на Tegro какую-то новую, типа, там, Tegro X3, там, какая-нибудь, или Tegro X5, или что-нибудь в этом роде, ну, как бы, может быть, это и правда получится делать. Ну, посмотрим. Дай бог, если это произойдёт, вы ждёте новый Switch? Я думаю, я бы взял бы. Ты что, со старым не наигрался, зачем тебе ещё один? Не, на самом деле, Нинка же сама всё сказала на тему этого слуха. Она сказала, знаете что, это говно продаётся, поэтому мы пока не дышим. Вот я думаю, когда темпы продаж свеча пойдут на спад, вот тогда они и выкатят эту ревизию. Ну, и к тому же, здесь ещё не надо забывать, что, если даже мы не говорим про тот факт, что DLSS, эта технология достаточно тяжёлая, и даже на ПК она работает вообще-то не на всех видеокарточках, а только на RTX-ах с тензорными ядрами. Вот. Даже если вдруг NVIDIA какие-то тензорные ядра перенесёт туда, на портативный слой чип, она из какого кремния это говно делать будет? Она видеокарты делать не успевает, блядь, потому что нету кремния. Ну, никто не говорит про 2021 год. Нет, смотри, во-первых, они могут делать не на 5 мм, а на 7 нанометров могут сделать, или там вообще на 10 нанометров, и могут... Ну, посмотрим, как... И они могут задействовать... И они могут выглядеть реалистично вполне. NVIDIA задействует мощности заводов Samsung, в первую очередь, а не TSMC, которые загружены, перегружены. А ты, братья заводы Samsung, которые сейчас в Техате без электричества тусят? Ну, что ты вот начинаешь, я не понимаю. Кстати, раз уж мы говорим про западные интересные страны... Подожди, подожди, скажем, можно я, давай, зачитаю. Алексей Зархангольц, сказали, что нам 100 рублей, спасибо за подкаст. Всего хорошего, спасибо тебе, Алексей. Ева Эльфи занесла нам 100 рублей, здорово, отец. Здорово, мать! Здорово, отец! Здорово, мать, да. Дрэкфром Зажопин, сказали, что нам 73 рубля. Как же похорошил Тимур к присобе неудачного стрима. Спасибо тебе, брата. Тот чувак из Симулэнда за 200 рублей. Пацаны, поздравьте меня, я уволился, ушел в свободное плавание. Мы не будем рабами! Поздравляю, это чувак. Поясните без говноеста за 201 рубль. Тимурчик, объясни, пожалуйста, почему мы хвистовим в Facebook за коллект персонал даты и тому подобное, но полностью прощаем этого же Клабхаусу. Почему мы прощаем? Смотрите, Facebook, когда мы говорим о нем, он собирает дату об интересах, геолокацию, пересечения с людьми, соответственно, обогащение еще кучей, 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 кучей другой даты, включая на какую картинку, когда ты посмотрел, какое количество времени и где ты в этот момент находился, и какое это было время, и как ты держал телефон, под каким углом и так далее. Ну, то есть, как бы, вот такие вещи. Поп-паус, конечно, собирает меньшее количество даты, но это все еще, да, действительно большая проблема, потому что, например, когда они берут, когда они просят подключить Twitter, они просят, например, дать доступ, посмотреть все твои списки. То есть, если у тебя есть какие-то скрытые внутренние списки, типа там, что говноеды, или, например, список, типа, кого Машка залайкала, или что-нибудь в этом роде, короче, вот они увидят эти списки, вот, и кого вы заблокировали, тоже увидят, поэтому передаю привет большой Клабхаусу. И это, конечно, не очень круто, и есть некоторые подозрения о том, что Клабхаус строит платформу по выяснению социал-графа, какой у кого, где, кто кого пригласил, кто с кем взаимодействует, кто с кем общается, у кого кто как в контактах записан, там, и прочие вещи. Это, конечно, херово, вот, но они сейчас как бы идут на полных парах к истории, связанной с GDPR, вот, и, потому что пока они его нарушают, вот, и мы как раз, типа, так получилось, что, типа, поскольку мы общаемся немножко, там, мы общаемся с человеком, который русскоязычный, который был одним из инвесторов Клабхауса, короче, и у нас такая, типа, есть мини-связь, соответственно, с разработчиками, и вот мы, например, тоже обратили внимание на вот эту историю с GDPR, они очень благодарили и прямо сейчас, бросив все, делают это, потому что это реально очень важно, и там действительно появится кнопка, типа, удалить нахуй все, вот, про себя, вот, так что, типа, такой будет. Да, если Тимур затронил тему приватности Facebook, GDPR, и как ебут горячий кочергой за это все, у нас тут прекрасные новости пришли из Австралии, на самом деле, вот, и они как раз касаются Facebook и того, как работает, в общем-то, регулирование, да, потому что, вот, я думаю, Тимур даже может лучше про суть рассказать всю эту историю. Я могу про суть. Я могу про суть. Короче, у Facebook поменялась одна политика, скажем так, они просто взяли и заблокировали всем австралийцам новости от местных СМИ, они просто не показываются в группах Facebook, то есть, то есть, их просто нету, а, соответственно, люди, которые находятся за пределами Австралии, не могут читать в Facebook австралийские СМИ, то есть, как бы, они просто не видят их новости. Почему это сделано? Потому что в Австралии принимают, ну, точнее, уже почти приняли новый закон о том, что, как бы, СМИ, они же, как бы, делают контент, а Facebook на этом контенте паразитирует. А давайте, вот у нас тут постоянно умирают газеты, там, журналы, редакции сокращаются, там, и так далее, а давайте сделаем так, чтобы Facebook платил дань. Не только Facebook, это должен делать еще и Google, и другие агрегаторы крупные, которые собирают контент в СМИ. Facebook почесали репу и такие, типа, а какого хуй мы вообще должны, потому что мы, как бы, социальная сеть в первую очередь и довольно крупная, скажем так, без ложной скромности мы довольно крупная социальная сеть. Ну, вот. И они просто взяли и вот такой рычаг давления придумали, что, типа, просто взяли и отрубили новости австралийских СМИ для всех австралийцев. Но Facebook не был бы с Facebook, если бы и здесь не обосрался. Дело в том, что они заблокировали огромное количество новостей в группах, которые не имеют никакого отношения к новостям и вообще к СМИ. Пострадали там различные государственные организации, различные финансовые организации, у которых ты открываешь группу в Facebook, а там ничего нет, ни одного поста, просто пустота. Вообще все новости вымели. И самая смешная хуйня, которая произошла, то, что Facebook в своей собственной группе Facebook'а заблокировал нахуй все новости в Австралии. Параметр, видимо, в базе. По геотегу захуярили и все. Я хотел отметить другую штуку. Я недавно слышал, кто-то говорил, блин, я забыл, кто именно в той соцсети, которую нельзя называть. Классно сказал о том, что вообще институт СМИ, конечно, в западных странах, типа того же самого Австралии или США, он все еще очень силен. Поэтому нам, конечно, очень смешно читать в России такие штуки, типа что-то там СМИ на кого-то надавили, ради СМИ что-то там произошло. Мы такие серьезно? СМИ? Ну, то есть в России понятное дело, что у нас СМИ или государственные, или существуют в каком-то маленьком пузырике и всем на них поебать. А там какая-нибудь условная газета в Австралии все еще имеет авторитет. Какая-нибудь крупная газета в Сиднее условно. Охотник на крокодилов три тысячи, да. Да-да-да-да-да. Вот. И как бы на самом деле я могу сказать, что это прям круто, что они умудрились продавить всю эту историю, потому что с одной стороны я могу понять, что помните, я писал статью на нашем сайте по поводу того, как разговаривали сми в США. Да, и как они умирают. Как бы поищите у нас в разделе текст, соответственно, на сайте завтраказ.ру я переводил твиты одного известного исследователя журналистики как бы американской, и там типа ну у него там огромный гигантский был трет с кучей уточнений, я это все дело превратил в статью. И соответственно почитайте, там очень крутая история о том, как по сути загибались маленькие локальные СМИ, что с этим совсем делать. И вот круто, что в Австралии они решили придумать как все это дело поддержать, потому что текущие схемы монетизации СМИ к сожалению ужасные. Они так или иначе пытаются стимулировать все равно то, чтобы СМИ гнали за трафиком типа с помощью кликбейта и всего. Наверное, самый худший вообще пример вот этой истории я могу сказать, что это Яндекс.Дзен, который как бы вообще весь построен ровно на том, чтобы делать максимально кликбейтные заголовки как бы и в итоге практически все люди, которые там приходят и что-то делают и пишут как бы они гонятся за кликами и они пишут максимально кликбейтные заголовки и говорят, что это же работает. Реально трафика до хрена. С Дзена прям куча трафика идет и в итоге все и занимаются тем, что пишут вот эту поебень. А нормальные в итоге все СМИ как бы немножко охуевают. И я могу сказать, что круто, что на Западе сейчас вот пошла волна того, что люди наконец-то научились и захотели платить за контент, потому что, например, очень сильно развивается история с Абстеком. Это сервис, который позволяет по сути делать платные рассылки, платные статьи и народ охотно платит за них. И там целые маленькие региональные СМИ сейчас переходят на Абстек для того, чтобы чуть-чуть денежек хотя бы зарабатывать и условно держать штат из двух-трех редакторов. И тут надо еще сказать, что как человек, который работал 15 лет в региональных СМИ и, например, знает внутреннюю кухню, есть еще момент связанный с деградацией качества алгоритмической. То есть, как это работает. Вот вы, как региональные СМИ, у вас мало денег на продвижение, у вас достаточно малый запас аудитории, потому что ну вы ограничены по факту аудиторией своего региона. Если вы живете где-нибудь, я не знаю, в Москве, у вас 15 миллионов аудитории, а если вы живете в Татарстане, это 4 миллиона максимум ваш, которые вы можете выжить. Это есть каждый ребенок и старик будет вас читать. Реально у вас активная аудитория потенциально еще меньше. И у вас есть два способа. У вас есть способ, когда вы просто сидите паразитируете на бюджете, как какая-нибудь районная газета с сайтом, есть способ, готовейше писать хуйню, потому что она заходит в Яндекс.Дзене. И я наблюдаю, как региональные СМИ до этого просто тупо катятся, потому что их уже не интересуют местные новости, они пишут гороскопы в Яндекс.Дзен. Ну понятно. Чтобы хоть как-то заработать. Это все ясно? Конечно. Но я могу сказать так, есть проблема с тем, что Фейсбук такой типа мы сейчас продавим правительство Австралии. Так что они просто возьмут и все отменят. Так вот, все просралось, потому что Google взял и согласился. Google заключил договоренность с компанией News Corporation, если кто не знает, это корпорация Руперта Мердека, который владеет огромным количеством СМИ, то есть он владеет Wall Street Journal, там, не знаю, New York Post, в том числе и австралийские СМИ, например, там известный, не помню, что это, News.com.au, это, по-моему, за Австралию, за Австралию, да. Короче, там много всего, и Google согласился платить дань. Они сказали, что так, News Corporation, давайте нам ваш контент, мы вам немножечко чук-чук-чук-чук-чук-чук баблишка от миллиардных доходов от рекламы вам немножечко маленькую капельку дроп дадим, и вы нам дадете свой контент. Так что Google как бы абсолютно спокойно на эту ситуацию воспринимает. Мне нравится спор в западном Твиттере сейчас о том, что кто в итоге сотворил главную хуйню на неделе. Австралия, Google или Facebook, кто из них троих, кто вот самый большой хуйню сотворил. А главную хуйню люди голосуют, да. Главную хуйню просто я к тому, что люди голосуют, и в итоге почти все сходятся во мнении, что сотворил самый большой хуйню все-таки Google, потому что они согласились на условия австралийцев. При том, что это на самом деле очень интересная тема. Да, австралийского правительства. И на самом деле очень интересно как раз, к чему это все приведет, потому что вы понимаете, что сейчас весь мир, весь мир смотрит за Австралией, как это сработает. Потому что если вдруг это нормально будет работать, я вас, блин, просто уверяю, что, соответственно, прилетит условно российское правительство под лоббированием, соответственно, Russia Today, вот этой всей пиздобратьи, они же начнут тут же говорить, все, Google, Яндекс, Twitter, Facebook, все, плоти, и нам вот таки заблокируют. Прецедент, короче говоря, прецедент создали, да. Это не самый хороший прецедент, но если говорить про то, кто творил на неделю хуйню, хуйню продолжил творить Facebook в лице WhatsApp, потому что не надо забывать, что Facebook это не только Facebook, это еще Instagram и WhatsApp на нашу голову. Ну, а ты помните эту историю, где все такие топали ножкой, типа, новая политика, дележки данными, WhatsApp и Facebook, это просто какой-то пиздец, и Facebook такой, да, это просто какой-то пиздец, да, да. И они откатили свои изменения. так вот, они накатили их назад на этой неделе. Да, причем очень интересно, что как они поступили, они тихонечко так вкатили изменения обратно и сказали так, что типа, у вас будет небольшой период времени, в который вы должны будете согласиться с этими новыми правилами. Если вы с ними не согласитесь, то вам будут приходить уведомления, и вы сможете звонить, но сообщение вы получать не будете. Да, причем самое интересное, что это все будет выкатываться медленно, и если ты как бы, это знаешь, как это, мы будем отрывать тебе по одному пальцу каждую неделю, пока ты не согласишься на наши требования. Значит так, пишешь в чат, для начала мы уберем у тебя из алфавита букву «Ы». И прикинь, какая паника в Казахстане с Киргизией. Да, да. Я просто к тому, что напоминаю, что когда была прошлая новость об этом, Телеграм взлетел в топ скачиваемых приложений в Америке. Да. И могу сказать, что куча, куча моих знакомых из США, Европы и так далее начали появляться в Телеграме и типа «О, завел Телеграм, завел Телеграм». И я такой «Нихрена себе!» И просто они прям за неделю тонна людей у меня появилась из Запада, которые завели Телеграм. Я был в шоке на самом деле. Настолько это было круто. Но сейчас я думаю, что Ватсап аккуратненько просто сам себя выебит в жопу, потому что они в итоге в какой-то момент сделают так, что Телеграм реально станет популярнее Ватсапа в каких-то отдельных регионах. у Ватсапа нет выбора. Без данных Фейсбука они не смогут расти. Они не смогут делать какие-то алгоритмы. Они не смогут все это делать. Потому что им надо было будет... Какие алгоритмы? Какие-то? Ну-ка. Какие-то? Какие-то? А вот какие-то, блядь! А вот какие-то вот! Какие нужны алгоритмы там в Ватсапе, а? Ты кому звонишь? А вот тебе вот, да. Ты кому пишешь? А не нужны там ваши алгоритмы? Короче, им по-любому придется это сделать рано или поздно. Вопрос в том, какое количество людей от них после этого уйдет. Вот и все. Будем надеяться, что Ватсап не загнется. Будем надеяться, что он загнется. Так, нам там занесли. Сейчас, секундочку, я прочитаю. Замученный колпак Неви, надеюсь, там 100 рублей. Клабхаус, пропустили Клабхаус, донат Клабхаус, разработчики Клабхаус, сделали Клабхаус, научи Клабхаус, обучили Клабхаус, суть внутри Клабхаус. Спасибо тебе, братан. Я даже не представляю, какая у нас будет тема. Сейчас про него и будет, да. Вадим за 200 рублей, Тимурчик, человек, делающий популярный подкаст по 3-6 часов в неделю, в течение 5 лет, скажи честно, ты что, вчера по пьяни в Твиттер писал? Наверное, спрашивают. Конечно. Ладно. Глупые вопросы какие-то вообще. Есть еще какие-то варианты написания в Твиттер трезвым? Вы чего? А зачем тогда в Твиттер вообще писать? Действительно. Слушайте, я вам честно скажу, я извинился перед Вадимом, потому что я с горяча написал как бы то, что он написал. На самом деле, я ребят уважаю, особенно и Захара, и Вадима, и они, ну, они просто реально собрались попиздеть как бы и каких-то проблем. Ну, я почему-то подумал, что это типа они пытаются сделать мини-шоу или какой-то прям продукт, какой-то проект, как бы, ну, и для этого, конечно, качество было не очень. А когда Вадим мне объяснил, я просто сразу этого не понял, что это была просто встреча друзей, которые решили еще и потранслировать. Так что, как бы, я был неправ, я перед Вадимом извинился отдельно, как бы, он все принял, понял, как бы, и все нормально. Вот такие дела. Я чувствую, что пропускаю, но не важно. Слушайте, у нас тут, раз уж речь жеошла про различные сервисы, которые собирают данные, давайте обсудим... Серьезный час Баряна. Давайте обсудим Клабхаус в очередной раз. Дело в том, что наш Тимурчик тут побывал на телеканале Дождь, где он рассказывал про то, как вообще появился Клабхаус, почему он стал популярным, и почему там заблокировали Соловьева. Вот расскажи мне историю про Соловьева. Не, братан, сейчас ты опоздал, ты опоздал. Новый положняк заблокировали Минаева. Заблокировали Минаева, причем феминистки. Серьезно? Я не в курсе. Его уже разблокировали. Причем там очень смешная история с тем, что Минаев очень специфический персонаж. К нему очень противоречиво можно относиться. Я не очень люблю Минаева, честно вам скажу. И я считаю, что очень правильно его заблокировали, потому что в какой-то момент он пришел в комнату к феминисткам. Это, знаешь, это... Уже звучит хорошо, знаешь. Требует определенного склада ума, скажем так, для того, чтобы это делать. Ну, то есть, это странно. Слушайте, чувак пришел в комнату к феминисткам, начал на них гнать, пиздеть, оскорблять, троллить, как бы и так далее. И совершенно по правилам сервиса, в которых четко написано, что этого делать нельзя, на него абсолютно честно, абсолютно спокойно, абсолютно нормально, подали репорт, короче, все абсолютно честно было. То есть, ты делаешь хуйню, на тебя жалуются. У нас спрашивайте, кто такой Минаев. Минаев, это... Сейчас вам расскажу, короче. Блядь, сейчас я чувствую будет охуенная история. Так, ну... Смотрите, это писатель, который в свое время спиздил книжку под названием 99 франков Биг Бедера, переделал ее на русский лат, назвал Духлес. А, блядь, Господи, это этот чувак. Так. Да, потом он, короче, такой весь из себя такой был, типа, оппозиционный чувак, вот это все. А потом получил у администрации президента денег и пошел делать Контр-ТВ, короче. Делал Контр-ТВ, а потом опять стал оппозиционным, короче. А потом опять получил денег и пошел, открыл сеть ресторанов, на которые ему дали денег его поклонница, которая очень его любила. Вот. Ну, он везде говорит, конечно, естественно, что типа, я сам, я бизнесмен, я там вообще с вами с усами, вот это все. При этом эта женщина мало того, что дала ему денег на ресторан, она дала денег ему еще и на все его фильмы, которые он там снял. Вот. А потом, ну, вот так получилось, что деньги закончились, короче, и Минаев стал главредом Esquire. Напишут, что Минаев это певец из 90-х, сука, да, да, господи, блядь, за что? Короче, давайте мы просто, если вам интересно по поводу Клабхаус и по поводу того, что Тимур рассказывал на Дожде, можете пойти посмотреть, но я обращаю ваше внимание на то, что там на 59-й минуте появляется один сожитель Тимура, мохнатый, хвостатый. Я же сказал, звездный час, на самом деле, не Тимур пришел в гости к Дождю, а Барян пришел в гости к Дождю. А Тимур прилагался к Баряну, да. Причем ведущая Екатерина такая говорит, о, там типа все обращают внимание на вашу кошку, я такой, это кот, его зовут Борис, он такой, о, кот Борис, и там реально в этот момент в комментах нам на трансляции писали все, типа, о, котя, кошка, котик, о, я такой, думаю, вот круто. Там знаешь, Тимур сейчас Дмитрий Колодин пишет в комментариях на ютубе, Минаев писатель, это ваша лучшая шутка. Слушай, я поэтому и сказал о том, что Минаев писатель человек, который спиздил книжку, переделал ее и как бы, но к чести Минаева он всегда говорил, что он хуевый писатель сам, как бы, ну здесь чувак абсолютно откровенно говорил, да, я хуевый писатель. Ну вы мою книжку покупаете? Ну типа окей. Поэтому, ну как бы, про Клабхаус вышло очень много сейчас статей интересных, в том числе там у нас сейчас вот выйдет крутая статья в Форбсе, где мы рассказываем там про монетизацию, про рост, про что там вообще происходит, но как бы, если вы вдруг переживаете, что у вас андроид, и вы не можете воспользоваться Клабхаусом, мы напоминаем вам, что случилась очень смешная история. Чувак, который в свое время был разработчиком ВК и телеги, и очень одиозный персонаж, которого выпиздили в итоге, Дуров выпиздил короче из ВКонтакта, потому что в КВК все говорят, что этот персонаж это человек мем, просто, потому что он очень одиозный, но про человека, который ненавидит авторские права и считает, что это хуйня полная, авторские ваши права, короче, а вот буду нарушать, вот, он сделал приложение на андроиде, и как он говорит, за один день, ну, я не уверен, что это так, что действительно за один день, но в этом приложении почти все функции Клабхауса работают, там кроме одной там типа по-моему руку нельзя поднимать, чтобы вас вызвали в спикеры, соответственно, как бы, все остальное, все работает, так что вы можете пойти и скачать, и запустить на своем андроиде, Клабхаусе. Осталось инвайт найти где-нибудь, да. Ты знаешь, мне нравится... Инвайт найти, это вообще не проблема, блин, братан, ну, по-моему, он уже у всех есть, есть уж тупые, непонятные женщины, которые занимаются монетизацией гороскопов на Инстаграме смогли найти инвайт, ну, как бы, я думаю, что наши айтишные слушатели способны найти инвайт. Знаешь, на эту тему хорошо было в Твиттере, как кто-то затвитил, типа, пользователи андроида наконец-то получили доступ в Клабхаус, и там картины, где красноармейцы ходят по зимнему дворцу в эволюции. О, господи, опять мы унижаем пользователи андроида, зачем мы это делаем? Потому что мы можем. Знаете, кто тут унизил в очередной раз Sony Boy'ов? Компания Microsoft, конечно же. В смысле? Как это? Компания Microsoft представила, просто, я даже не знаю, как объяснить, это великолепное достижение, невероятная функция, майкрософтовских программистов. История в следующем. Есть старые видеоигры. В них очень часто FPS залочен, допустим, на 30. Ну, то есть, допустим, Far Cry 4, если ты запустишь Тимушечек, на Плейстейшене. А я могу. То ты получишь 30 FPS, в лучшем случае. На самом деле, ты получишь 25-28. Чувствую, что меня обижаешь. Но в лучшем случае ты получишь 30. Так вот, компания Microsoft представила такую технологию, которая называется FPS Boost. История в следующем. Есть запросы графического API к игре. Игра, точнее, делать какие-то запросы через DirectX. И манипулируя тем, что она там запрашивает, можно добиться того, что в некоторых играх можно увеличить FPS. В некоторых до 60, а в некоторых и до 120. И компания Microsoft представила 4, точнее, 5 видеоигр, которые могут похвастаться наличием большого количества FPS. Во-первых, это Far Cry 4, который, несмотря на то, что на Xbox идет в 900p, потому что он со времен Xbox One не менялся. Да, разрешение, кстати, ничего не трогается. Она не называется Resolution Boost, она называется FPS Boost. На секундочку. Можно поиграть в 60 FPS. Пожалуйста. В Sniper Elite можно поиграть в 60 FPS. В Watch Dogs 2, в UFC 4, а в Super Lucky Tail, это такой платформный про лисенка, можно такой вообще в 120 FPS поиграть. Абсолютно спокойно. Знаешь, только один какой момент, без говноедств, как мы это любим в сторону Xbox говорить, они сейчас заявили, что типа, вот буквально, как мы пишем этот подкаст, пошел, чуть ли не заявление в твите, что они в Dragon Age Inquisition хотят эту же технологию типа завести. Было круто. Я, кстати, недавно запускал Dragon Age Inquisition на Series X, потому что бесплатно доступно в геймпассе, я запустил позырить, и она выглядит плохо, потому что она идет тоже где-то... Разрешение низкое. Да, в каком-то низком разрешении. Но с FPS, знаете, в чем проблема есть? Я не знаю, как на консолях, и не берусь об этом судить, но я вот недавно ее перепроходил на ПК, и на ПК, если ставить мод на 60 FPS, ну, как мод, это просто ты в герой, когда прописываешь функцию, снимаешь этот блок, игра ломается. То есть, там 30 FPS, он привязан, особенно в катсценах, к скриптам, которые срабатывают в игре. И ты должен в определенные моменты игры выключать 60 FPS, чтобы скрипты сработали. И мне кажется, вот у них серьезной проблемой для FPS-буста будет не тот факт, что там консоль не тянет, или API говно. Как раз, я думаю, здесь все отлично. А то, что очень многие игры на консолях, они реально захардкожены под конкретные факты. Ну, я думаю, все-таки это будет, да, явно не под все игры, а только под некоторые, и допиливаться будет руками. А значит, как бы огромного количества игр не ожидайте. Зато я практически уверен, что основные топовые игры, которые по обратке на Xbox'е заебись работают. Например, вот помните, я вам говорил про Red Dead Redemption 1, который по обратке работает просто охуительно. Он идет в 4К, и там, типа, анализотропная фильтрация текстур, вообще все заебись. И вот если в него добавят, например, FPS, это будет охуенно, я бы с удовольствием поиграл. Другой момент, то что мне кажется, что эта технология больше рассчитана на самом деле на будущее. Это такой звоночек разработчикам, что типа, чуваки, а давайте вы вот сделаете как бы 30 FPS, но если вдруг чё, если вдруг чё, если спустя 5 лет появится какой-нибудь Xbox Series XSZ 2, вот, 360 XP альфа турбо ремикс HD+, то, может быть, идея оставить в вашей игре анлохнутый FPS не такая уж и плохая? Ну, то есть, это такое, знаешь, как типа, делайте как на ПК, короче, пацаны, вот как на ПК будет заебись, давайте ещё модов добавим для полного счастья. Примерно такой, в любом случае, это делают вручную команда, которая до этого занималась обратной совместимостью, и из-за этого на обратке они поставили паузу, сейчас они занимаются FPS Boost, потому что тоже Microsoft не резиновая, вот, если, кстати, говорить про ПК, вот, если уж мы затронули ПК составляющую, тут идёт большая, большая война, одного популярного ПК-магазина, с другим популярным магазином тоже, который есть, в том числе, на ПК, в смысле, на компьютерах Mac, мы говорим про то, что Epic Games продолжает воевать с Apple, потому что причины, причём, ты знаешь, я каждый раз, когда слышу про то, что Apple подвергается нападкам Epic, и в этот раз Epic Games подали антимонопольную жалобу против Apple в Европейском Союзе, ну, в СССР, в СССР, высший суд в Евросоюзе, я всё время вспоминаю, что, знаете, ты вот так, типа, приходишь в бутик Gucci, и разворачиваешь свой лоточек, такой, типа, с сумочками, грязные, вонючие сапоги, у тебя такой же Gucci, только китайский, через одну С, ну, типа того, как бы, или вообще любые другие сумки, короче, разворачиваешь, и тебе подходят в Gucci и говорят, типа, бля, братан, ты чё, охуел? Ты говоришь, слышите, подождите-ка, а вы чё, монополизируете, типа, бутики Gucci, что ли? Вы монополисты? А я на вас суд сейчас подам, чтобы вы бутики Gucci разрешали мне продавать мою любую поебень, как бы, вот, как бы, я даже вам процент могу дать, типа, небольшой, 10-5 процентов, вот, они тебя пацанами тряпками погонят, как бы, ну, это же очевидно, это совершенно спокойно, обычно и нормально, вот, и когда Epic приходит и говорит, что, типа, да, вы тут создали, типа, экосистему, да, вы создавали, как бы, вот эти все телефоны, да, вы там, типа, их там продавали, вкладывались в R&D, вы сделали хорошие телефоны, которые купили во всем мире, там, миллиард человек, да, а вот Microsoft сделала телефоны, которые не купил никто, короче, да, вот, как бы, понятно, ну, как бы, но вы должны, вы обязаны продавать, давать возможность нам развернуть свой лоточек в вашем бутике, как бы, ну, потому что причины, как бы, и, как бы, естественно, я считаю, что это, ну, это пиздец какой-то, как бы, я считаю, что это, ну, это реально идиотизм, как бы, ну, да, есть условный Android, который, по факту, как бы, является просто операционкой, который берут вендоры сами к себе, и, типа, ну, поскольку вендоров нет своих собственных операционных, или они есть, но они мертвые, потому что, например, сейчас, напомню вам, что Samsung, якобы, откажется во всех своих будущих устройствах периферийных, типа, часов, откажется от Tizen, в пользу, как бы, соответственно, в пользу от Google, Android, и мне очень интересно, как бы, ну, тут, слышишь, одна механика у тебя есть, у тебя есть вендор, который выбрал себе операционку, и ты, по факту, типа, у вендора, можешь, как бы, к нему прийти, сказать Samsung, типа, братаны, хочу на вашем телефоне Epic Games Store, и тебе такие, бля, ну, ну, давай, короче, приходишь к оплу и говоришь, типа, мы хотим у вас Epic Games Store, они говорят, ну, мы не хотим у вас Epic Games Store, все, ну, вопрос переговоров, а идти в суд требовать, как бы, мне кажется, это идиотизм. Ну, тут еще есть другой момент, очень важный, потому что, ну, вот, сделал Huawei App Gallery, пожалуйста, вот, у нас на Android существует альтернативная история, пускай и на форках этого самого Android, вот, это не, ну, то есть, тот факт, что они есть, не сделал их популярным, дохера, вот, и тот факт, что у нас есть App Gallery, не обнулил там, влияние Play Store, потому что, если у тебя нет Google Services на Android, вот, кстати, про это мы мало говорим, да, у нас плохая Apple, ее Monopoly, да, попробуй смартфонного на Android продать без сервисов Google, ну, у этого у Huawei получилось, как-то, и хуёво, и хуёво, у него получилось, слушайте, вы слышали историю про то, что видеокарта 3090, который купил наш слушатель, я просто думаю, говорит ли или не говорите, вы ее на него, не важно, ну, можно сказать, короче, наш дружбан Григорий купил себе 3090, ему уже даже рассказывали, как мы подходили, смотрели, как он, он мне рассказал, что он купил, что-то, тысяч за 150, по-моему, то есть, ну, когда она там стоила, за 96, ну, короче, знаешь, сколько она сейчас стоит, вот, вот, как ты думаешь, как ты думаешь, без, 240, без российской, дитейловен, нет, мы говорим про, вот, нормальную цену, да, вот, просто от производителя, от производителя, то есть, не обязательно, 150, ну, чуть побольше, 180, 180, в смысле, подожди-ка, она же стоила, 96 тысяч, 204 тысячи она стоит, если в переводе на рубли, прямо от производителя, да, мы уже, мы еще выяснили, мы еще вчера выяснили, что это вендоры задирают, причем цены, нам вчера приходил, в Клапкаусе, это происходит, ты знаешь, к Диме и Смак, к Диме с Максом, к нам приходил вчера чувак, который работает в ДНСе, и он говорит, что прямо, как бы, вот они продают, соответственно, вот эти, там, 3080, 3070, 3090, существенно выше РРЦ, не потому, что они хотят, а потому, что к ним вендоры приходят с такой ценой, просто, типа, вот, причем, надо понимать, что сам магазин, он большую, как сказать, маржу, он имеет маржу такую же, как он обычно продает видеокарту, для него ничего не меняется, для магазина, в данном случае, закупочная цена, угадайте, почему так происходит, ну, то есть, почему, потому что майнеры пидорасы, майнеры пидорасы, а кто еще пидорас, инвидия, компания, блядь, у меня сейчас что-то упадет, Димка, можно, можно, я, я такое сейчас аккуратно, конспираси теория просто вам выскажу, самую охерительную, давай, короче, самая охерительная конспираси теория, которую я читал за последнее время, что Илон Маск специально задирает цены на биткоин, на эфир, на криптовалюты, на доги коин и так далее, чтобы люди скупали видюхи, чтобы, соответственно, мощности производства чипов все были завязаны на производство видюх, чтобы у мощностей не оставалось для того, чтобы делать чипы для машин. Почему? Потому что в итоге практически все крупные автопроизводители, которые должны сейчас делать свои топовые электрокары на 2021-2022 год, они остановили свои конвейеры, потому что нету чипов. General Electric остановил конвейер, нету для новых моделей электрокаров крутых чипов, а им нужно соревноваться с Теслой, потому что, ну, типа, для обычной машины... А Тесла откуда будет брать свои чипы? А те успели, спохватились заранее забашлять, и, типа, заранее взять большую пачку чипов. Я понял. Они, типа, успели... Противоположную, хочешь противоположную теорию заговора? Хочешь противоположную теорию заговора? Смотри. Для тех, кто верит. Для тех, кто верит, да, сегодня у нас. Итак, Тесла, если сейчас пойдет и продаст свои биткоины, заработает больше денег, чем на автомобиле. Я думаю, почти, наверное, так и будет, ты знаешь. Я почти не сомневаюсь в этом. Ты знаешь, что их продажа биткоинов на миллиард долларов, а сейчас это будет, там, около двух-трех миллиардов долларов, это... Ну, это обрушит рынок биткоином, потому что очень сильно упадет цена. Сам факт просто довольно забавный. Ты всю жизнь делал автомобили, купил биткоинов, продал биткоинов, и ты больше не делаешь автомобили, у тебя и так достаточно денег. Ну, там... Короче, ладно, ближе к тебе. Ближе к тебе. Ближе к тебе, да. Nvidia выпустила в новость на неделе такую супер пропагандистскую. Ты знаешь, такое ощущение, что Гебель списал. Так. Мы очень любим геймеров. И ненавидим майнеров, суки. И ненавидим майнеров. Горите в аду, да. Именно поэтому специально для майнеров мы выпустим ЦМП, крипто-майнер-майнинг, крипто-аккарнси-майнинг-процессор. Это будет, короче, GPU с хешрейтом нормальным, без видеовыходов, который вы можете просто нахуй выбросить после того, как крипто-ъебнется опять. И урежем хешрейт нашими неуязвимыми драйверами для взлома на RTX 3060 на 50%. И, ты знаешь, сразу возникает несколько вопросов. Почему не на 100%? Если вы так, блядь, печетесь о геймерах. Почему... Ты знаешь, у Лайнуса было на эту тему шикарное видео, где он сказал, вообще вот этот вот ЦМП, это вообще по большому счету плевок. Вот этот вот крипто-карнси-пп, крипто-карнси-пп, крипто-карнси-майнинг-процессор. А, процессор. Крипто-крипто-карнси-процессор можно нахуй выкинуть через два года. Да, да, крипто-емница, и видеокарт на вторичке не появится, NVIDIA выигрыши и там, и там. О, тут есть еще такой момент, который почему-то все забывают, в том числе его, по-моему, забыла и сама NVIDIA. То есть, смотри, у тебя есть реальная проблема с производством чипов, и ты можешь произвести, ну, давайте, чтобы проще считать было, 100 видеокарт, допустим, да? 100 видеокарт. Вот на этих конвейерах ты делаешь 100 видеокарт для геймеров типа, а их скупают проклятые майнеры. Теперь ты берешь и говоришь, братаны, есть специальные видеокарты для майнинга. Мы половину наших видеокарт будем делать для майнеров. То есть, как бы геймер, который мог теоретически купить 100 видеокарт, теперь может теоретически купить гораздо меньше, потому что остатки будут делать там, да, типа вот эти майнинговые чипы. То есть, как бы вот этот момент, он не просчитан или что? То есть, как это работает? Он специально просчитан. NVIDIA эту херню повернул в свою пользу. Она выиграет по вторичке, она выигрывает по спросу, потому что у нее все равно один хуй все будут покупать. А геймеры не выигрывают с этой ситуацией нихуя, потому что видеокарт станет меньше, кремний-то, блядь, на всех один, просто теперь он будет делиться на крипту и на геймеров, вот, и пропадает вторичка, потому что я знаю кучу людей, хороших, профи или там просто игроков, которые после того, как ебнулась крипта в 18-м году, они достаточно задешево купили 10.80 пошли. Ну, вообще, покупать видюху после майнинга, это да. А как раз нихера это уже. Ну, то есть, у майнеров безопаснее брать, знаешь, почему? Потому что майнеры undervoltят карты, они, наоборот, снижают энергопотребление. У тебя, наоборот, карты, купленные у майнера, скорее всего, будет меньше поюзна, чем у геймеров. Потому что он ее использует не полностью. Так она же на 100% загружена постоянно. А какая нахер разница, это же видеокарт. Ну, почистишь ты там систему охлаждения. Ну, ладно, короче, я не разбираюсь в этой теме. Меня настройка была всегда на криптовалюту. Ты мне скажи другое. Ты мне скажи другое. Когда я смогу купить 30.90? Хотя бы за 100 тысяч рублей. Ну, когда 40 минут выйдет. Слушай, тебе тут еще один конспираси-теорий Тони пишет о том, что у NVIDIA нет проблем с производством карт, просто они их делают и ставят на свои майнинг-фермы. И продают биткоин Илону Маску, которого наебали. Наебонькали тебя, Илон. Да, примерно так. Я бы не удивился, если NVIDIA, на самом деле, сама сидит там и майнит просто пачками. Я реально не удивился бы. Тем временем, два ДКЗ занесла на 100 рублей. Вообще, поздравление от любимого подкаста ведущего. Что такое? Поздравляем тебя, я не знаю с чем, но, видимо, с 23 февраля. Ладно, извини. У него день рождения. Он же писал в предыдущем донате. Кто он? Днем сегодня. Два ДКЗ писал. Писала. Это она. Писала. Да, хорошо. Окей, прошу. Днем рождения! Ей! Ей! Ваг Банеж занес 89 рублей, 22 притоку, 22 прихлопа, под Минаевой трясите жопкой и бодрой. Ну, спасибо. Сергей Минаев был классный. Я помню. Прям, у меня были крутые треки. А он умер, да, или что у тебя случилось? А я не помню. Но, возможно, умер. Когда-то пропал. Уделся куда-то непонятно, куда делся абсолютно, да. Слушайте, я хотел обсудить классную штуку, пацаны. Дело в том, что тут, наконец-то, вышел трейлер фильма Капомпадов. Вот. И я все время думал, что это будет как-то поебень. Get over here! А там реально охрененный трейлер. Я прям смотрю, и такую хибаааа. Серьезно тебе понравилось? Ты знаешь, мне очень нравится. Ты серьезно? Я, это так скажу, Дим, Дим, трейлер. Примечательный, ты можешь показать, кстати, или... Нет, не кажется, даже не стоит. А три-три-тремя вещами, первая. Я буду щелкать прям в этом, блядь. Прям в видосике, ааааа. Наконец-то. У кого здесь власть? У меня! Наконец-то Warner Brothers Как сказать, приняли свою судьбу И техносиндром Это теперь тема Mortal Kombat Потому что они до последнего Вот только когда выходил Mortal Kombat 11 Они наконец-то, да, блядь, это тема Mortal Kombat, да ладно Второй момент, ты знаешь, фильм настолько Тупой и не скрывающий этого Что поэтому он и заходит Типа, ты знаешь, когда прям в трейлере звучит Следующая фраза Что это такое? А типа, у него есть Родимое пятно Что это такое? Это пятно, с которым он родился Или такой, да, блядь, серьезно Смотрите, это реально выглядит Вот как и видеоигра, понимаешь Вот реальная экранизация видеоигра Я не знаю, чего вы там так хайпите Mortal Kombat, во-первых, давайте начнем С самого главного, слона в комнате Что называется В фильме будет персонаж Специально созданный для фильма Ну типа, чтобы было проще Влиться в Mortal Kombat Типа, как бы Что мешало взять, опять же, историю С какими-нибудь Лю Кингом В чем проблема-то была? Ну то есть, зачем надо было придумывать Зачем надо было придумывать персонажа Блядь, вот просто вот из жопы Для чего? При том, что персонажей в Mortal Kombat Так много Просто до хрена Но вообще я могу сказать, что показали там реально много Кого-то Там показали и то ли Матара, то ли Кентара Там показали Гора Там показали, да Нет, там чувака с копытами тоже А, да? Ну ладно Там реально очень много персонажей Как бы и рептилию показали Там экраны и все-все-все Да, там прям вообще У меня сразу тебе логичный вопрос Это будет сериал или фильм вообще? Что это такое будет? Это фильм на HBO Max Как они умудряются впихнуть Сорок с хуем персонажей Которые они Типа Туда запихнули Двадцать три В два с половиной часа Как это произойдет? Ну смотри Гомодж Ну, блядь Короче, я могу сказать, что это выглядит Как фанатский капустник Он выглядит клево Ну то есть, я не спорю, что там спецэффекты Хорошо накрутили Ну, блядь Я вот смотрю и такой, типа А ты давно А ты давно нажимал в Mortal Kombat, Дима? Вот в сюжетку Когда Вышел какой-то там Одиннадцатый Mortal Kombat Я прошел все же Вот там абсолютно такая же ебань творится Просто на серьезных щах И это круто Это фильм категории С Снятый с бюджетами категории А И поэтому это пиздато Потому что больше такой хуйни тебе никто не сделает Мне тоже кажется, что классно получится Что он будет абсолютно тупой и хуёвый Я думаю, что он будет тупой, но классный Так что все, короче, ждем Ну ладно, хорошо Слышите, самое главное событие, кроме Nintendo У нас прошел BlizzCon В виде такого, знаете, как бы BlizzCon Connect Или там, знаете, я не знаю State of Blizzard Вот BlizzCon Connect мне, пожалуйста, спасибо Вот И там, соответственно, показали Как бы самые основные вещи Это, во-первых, ремейк Diablo 2 Это настоящий ремейк Который, ну это, по сути, игра на движке Diablo 3-4 Только, типа, ну совсем тем, что происходило в Diablo 2 Там полноцены 3D с ебейшим пиаром С охуеннейшим освещением Но при этом они полностью сохранили арт Они полностью сохранили вот эту фирменную изометрию И они полностью сохранили даже не цветокоррекцию А вот эту вот атмосферу той картинки Несмотря на то, что анимации стали плавными И самое прикольное, что они не стали перепиливать Одну главную особенность Diablo 2 Который делал вот Diablo 2 Немножко, ну, отличающийся от других игр То есть, смотрите, сейчас передвижение персонажа Оно сделано полигональным, грубо говоря Все двигает по полигонам И у вас все степени свободы Diablo 2 была сделана так Что персонажи двигались по невидимой сетке То есть, прям, реально сетка разбитая на квадратики И передвижение было по этой сетке Что сделали разработчики И Дэвид Брэйвик, когда увидел этот создатель Diablo 2 Когда увидел трейлер, ему дико понравилось Он говорит, ну, единственное, что я уверен Что они, типа, переделали Они переделали игровой код Потому что игра была сделана под 4 на 3 16 на 9 Там надо переписывать искусственный интеллект Или еще что-то И они, типа, переделали сетку Потому что сетка устаревшая И, я думаю, они сделали полигональное передвижение Потом, после этого, как раз была большая панель С разработчиками И они говорят, нет, мы оставили сетку Мы просто сделали ячейки мельче Чтобы у тебя было больше, типа, ячеек Но мы все еще оставили сетку И поэтому игра, она не только выглядит, как Diablo 2 Она ощущается, как Diablo 2 И я понимаю, что многих Diablo 2 заебал И они туда никогда не вернутся, типа, Димке Зачем ты спойлеришь? За что? Что я тебе сделал? И я прям не обосраться, как Гарри Ужалим Но у меня вот жена, она обожает тебя губа И она, и она уже предзаказала То есть, ты знаешь, показали ролик Я ей показал трейлер Такой сижу, никого не трогаю Играю, видеоигры, херок, тинькофф, 2000 рублей Да, блядь Она на ПК купила? Да, конечно Просто ты, если бы ты покупал на консолях Помнишь, ты рассказывал, что Diablo 3 это идеальный вариант Вот именно в коопе играть Там нет коопа, кстати Да, у нового Diablo, вот этого ремастера У него нету коопа Есть онлайн кооп на восьмерых Но пока будем нажимать Так что такое Слушайте, а знаете, что я подумал про Diablo? Я сначала, когда увидел этот ролик Я думаю, блядь, как же охуительно Блядь, вот просто, знаешь, вот У тебя отобрали игрушку из детства И тут её тебе внезапно вернули И ты такой, дааа Охуительно Хочу Но потом я вспомнил Болото Потом я вспомнил Пустыню, да И такой Не так уж и сильно я хочу Diablo 2 Если так подумать А потом захожу Посмотреть, сколько она стоит 2000 рублей, да Угу Угу Ну, может быть, когда-нибудь поиграю Слушайте, подскажите мне Самое главное Там же анонсировали ещё, типа, кучу всего Для World of Warcraft Для Hardstone И так далее Вы, типа, следили вообще Можно тебе вкратце скажу Вкратце Давай Хочешь вкратце Смотри По Warcraft Выходит аддон для классики То есть вот есть классический Warcraft Аддон для классики С которого Аддон называется Burning Crusade С которого я начинал Я правильно понимаю, что они, по сути, второй раз Продают один и тот же аддон Спустя 10 лет Да Добро пожаловать в активизм Добро пожаловать в игру А чё, ты хочешь вернуться на 10 лет назад? Пожалуйста Вот, блядь На, тебе Burning Crusade Ещё раз Откроешь, блядь, там Рейд Я забыл, как он называется Забудьте заплатить подписку Пойдёшь Ещё раз услышишь Вот это Вы не готовы, блядь И развалишь морду этому, блядь Летающему эльфу Я забыл, как он зовут Хорошо Давай двигаемся дальше Да Окей Новый аддон для Warcraft Диабло 4 Тебе насрать нём Диабло 4 Новый персонаж Показали? Да, показали геймплей За нового персонажа Блядь Игру Игру ещё в 2019 году показали Алло Алло А тебе понравилось или не понравилось? Короче, мне всё нравится У Blizzard есть очень простая история Как это понять Вот смотри Есть Nintendo Direct Там не показали Нихуя Кроме старых ремастеров И старых игр Да? То есть вот смотри И куча говна какого-то непонятного Фанаты Nintendo Такие Блядь Говно Директ Параша В жопу просто Выходит BlizzCon Тоже, блядь, самое Вот просто Нихуя нового Вообще ничего Просто И ремастер старой игры И всё такие Да, лучшие ЛУЧШИЕ Подожди Там же Overwatch 2 Ещё показали Да всём похуй на него Тимур, ты что? Кого ебёт? Я могу сказать, что я реально новостей про Overwatch 2 И прям искал И знаете, вот люди прям выжимали из себя Да И ты прям понимаешь, что настолько всем реально поебать на него Просто как бы Ну потому что нечего показать Ну братан Понимаешь Одна история, когда тебе показывают новый геймплей Или там что-то новое Вот например По Diablo 4 Если ты следишь за игрой То тебе интересно Там добавили нового персонажа И как он выглядит Как он играется и прочее То есть тебе хотя бы интересно По Overwatch 2 Тебе показывают панель На котором разработчики Десятые говорят Ну вы знаете У нас будет Новые карты Наверное Может быть Блядь Мы хуй его знают Может быть Не будет А ещё мы танков поменяли И ты сидишь такой Вот если ты Не задрот в Overwatch А такой Типа любишь поиграть Такой Можно мне пожалуйста Новый геймплей Показать? А его нету Ну или хотя бы персонажа И как бы И всё На этом как бы Вся история заканчивается Это просто скучно Но На самом деле Самый яркий момент Самый яркий момент Блядь на близкой Давай Макс Давай Это случилось Знаешь Когда Бумеранг Кармы Возвращается к тебе Спустя 20 лет Вы помните Что DMCA Ну то есть То как сейчас Хуёво работают Авторские права в интернете Изначально Вся эта история Началась из-за того Что Металлика Подала в суд На Napster Это сервис Обмена музыкой был И как раз Тогда были разработаны Законы По которым Сейчас у нас Мьютится музыка Вот эта вся хуйня Происходит И короче Металлика На близкой Не дала концерт Проблема в том Что на Твиче Люди вместо Металлики Слушали 8-битную Ксилофоновую музыку Не так Не так Смотри Есть Твич канал Типа Близзард Там всё нормально Там всё заебись А вот На Твич канале Самого Твича Который Твич На нём Идёт ретрансляция Всей этой истории И там Вместо концерта Металлики Просто хуй пойми Какая мелодия Для того Чтоб на свой Собственный канал Не получить Коперайт Страйк Сука Это такая Смешная хуйня Просто пиздец Причём Особенно в контексте Того Что это Металлика То есть Это просто Фулл сёркл Такой Кармический Случился И Самое интересное Что Твич Ещё выключил Возможность Сделать клипы Чтобы на клипы Не прилетали Эти Коперайт Страйки Понимаешь Ну короче Твич Я считаю Что Твич Поживал говна Знаешь Так прилично Это вот Единственное Что затомнилось Все валят Потихонечку Так что Как бы Это нормально Пацаны Давайте Дальше Поговорим Про Включи Наши впечатления Давайте Смотрите У меня Хардварные Впечатления Я ничего Не смотрел Ни во что Не играл Зато Во-первых Наш Слушатель Азамат Большое Ему Спасибо Дал мне На недельку Пощупать Xbox Series S Абсолютно Безвозмездно Дал мне Консоль Подписку На геймпасс И Вы знаете У меня Впечатление Противоречивое То есть Вот Если без Говноедства И хейта С одной стороны Консоль Маленькая Она очень Классная Она реально Лезет в рюкзак Если например Вы много Играете В дороге То есть Вам не хочется Брать портативную Консоль А все таки Какой-то Экспириенс Такой полноценный Получать Наверное Это прикольный Вариант Братан Ты знаешь Сколько Размеров Xbox Series X Она не очень Большая Понимаешь Я тебе Открою Страшную тайну PS5 Не сказать Что Да пизды Здоровая Ну Нет PS5 Здоровая Братан Давай Давай Ее тоже Можно Таскать Но В рюкзаке Ты ее С собой Не потаскаешь Но Но Дайте Объясню То есть S Прикольная Маленькая Классная Но Несколько моментов Вот я очень коротко Потому что Про S Уже все сказано Во-первых Когда вы покупаете Series S Вы должны понять Две вещи Это Консоль Которая вам Дает Экспириенс На уровне ПК Наверное С 1060 Ti Это не Самый Топовый Хороший ПК Зато Поиграть Выграем Во-вторых Full HD И С 4К HDR Телевизорами Консоль Работает Очень плохо Я заебался Калибровать HDR Честно Очень сложно Было Откалибровать HDR Я почти Час И третий Момент Помимо Всех Ограничений Мне не понравился Очень сильно Вот Опуская Прошивку Xbox Которая Активно Стала Получше Я не знаю Как на Иксе На Эске Она Подлагивает Не На Иксе Все Нет Этого Ощущения Симулос Экспириенса Как на PS5 Где у тебя Просто Ракеты Срабатывают Прошивка То есть Ты делаешь Скриншот И Консоль Задумывается Потом Ее Немного Отпускает И Ну Экспириенс Примерно Как на PlayStation 4 Про Вот На Прошивке Так Вела Прошивка Нет Вот Этой Магии NextGen Это Хорошая Постген Консоль Очень Маленькая На Второй момент Это Геймпад Геймпад Xbox Мне не понравился Вообще То есть Справедливости Ради DualShock Мне тоже Разонравился Очень сильно Потому что После DualShock 4 Потому что После DualSense Тебе вообще Тяжело Это воспринимать Я Согласен С Максимом По поводу Геймпада Я не согласен По поводу Series S Я считаю Что каждому Своя консоль Кому А я не говорю Что это плохо Я говорю Что надо просто Понимать Зачем По поводу Геймпада Я могу сказать Я уже говорил Что мне Пиздец Как не нравится Геймпад Xbox И не потому Что он неудобный Или потому Что он какой-то Не такой Потому что он Сука щелкает Меня так раздражает Это щелканье Вы бы знали Вот Как бы Все Единственная претензия Причем я у Гриш Пощупал Этот элитный Который контроллер Как он там Xbox Элит контроллер Да Та же самая хуйня То есть он Да Он классный Он замечательный Он тоже щелкает Не так громко Но щелкает Зачем Нахера они это делают Щелканье Во-вторых Дипад Объективно Хуйня собачья Дипад мне вообще Не понравился Третий момент Это то что Опуская аккумуляторы Вот эта микротекстура Все смеялись Над Логвиновым Она Не знаю Мне некомфортно С ней Просто она реально Доставляет дискомфорт Эта микротекстура Если долго сидеть С геймпадом Подожди Она же такая же На Series X Да Да Абсолютно Я вот щупаю Мне нормально Динки норм Но мне вот Некомфортно Просто Пизды на нее У меня нет Вот этой Гиперчувствительности Какой-то Но просто Не очень Зато Из плюсов Что они хорошо Переделали Мне понравилось Что они добавили На курки Вот небольшую Вот эту текстурку И теперь курки Стало удобнее цеплять Они теперь Не соскальзывают А второй момент Это то Что если вы покупаете Этот геймпад Под ПК У вас шикарно Стабильно Работает Блютус У меня вот ПК со встроенным Блютусом Материнскую плату Я запейриваю У вас ПК Если вы ищете ПК геймпад Без плясок То в принципе Вот этот вариант Очень неплох Он очень хорошо Работает с ПК Так что Series S Это прикольная Железка Она реально Симпатично Выглядит Она реально Тянет какие-то Карнген И пастген Игры По братке Неплохо работает Но если вы Это видите Как некую Замену Именно Next Gen Подумайте Три раза Потому что Это такой Я уже говорил Что если лучше Лучше Сэкономить денег На завтраках И купить себе Series X Потому что Ну Как бы Это не полноценная Замена Next Gen Это вот Это реально Компромисс Очень сильный Компромисс Да Это правда Да А второй момент Это то что Тут 14 февраля Жена мне подарила Мои первые Наушники От Apple Beats Flex И Beats Flex Мне очень понравились Они стоят 5000 рублей В них стоит Процессор От первых Airpods V1 Они звучат Нормально Мне они По звучанию Больше понравились Чем Эти Как его Звучат Чем Airpods Они хорошо Кстати Туннелируют Ухо То есть Они не наглухо Это делают А вполне комфортно Но самое прикольное Они очень долго живут 10 часов Вообще легко У них Достаточно Вменяемый микрофон Для такой гарнитуры Перекидной И Самое главное Что Вот Здесь я ощутил Магию Apple Они просто Нативным моментом Цепляются с iPhone И шикарно С ним работают Не дропают связь Не дропают качество Ничего То есть У тебя такая Симулес работа И поэтому Если вам Не нравится Форм-фактор True Wireless Наушников Если вам Кажется Что за Airpods Попросят Слишком много денег Beats Flex Вообще Совершенно шикарный Вариант Для iPhone Если вы хотите Получить Самый дешевый Адекватный Нативный Экспириенс От Apple Через наушники Я согласен Потому что Даже сейчас Если вы посмотрите На видео Версию Вот я сижу Соответственно В Powerbeats Pro Я считаю Что это вообще Одни Ну вот такие Мои одни Сейчас Go2 наушники Которыми я пользуюсь Практически Все время Скажут Они Спрашивают А к Винде Они цепляются Макс Ты пробовал Да Я пробовал Цеплять Замечательно Они просто Как блютузные Наушники Просто Apple Использует Еще свой Проц Который Типа Оптимизирует Аудио Именно Конкретно на их устройство Но Винде Это так не работает Но Винде Это просто Средняя паршивость И блютуз гарнитура Но если вам надо Зацепиться с ноутбуком Работает Да Я могу сказать Но при этом Вот Битцы Очень хорошо работают С этими чипами С айфоном С айпадом С маком Типа Ну идеально Очень круто На самом деле Они еще интегрированы Самое главное Это форм-фактор Потому что Это не ТВС Я знаю Многих людей Которым не нравится ТВС Они не берут наушники Apple И тот факт Что это 5000 рублей Это отличная цена Для того Что они умеют Вот Согласен Я кстати Я вам хотел рассказать Про крутую штуку Дело в том Что Тут многие спрашивают Меня по поводу Клабхауса Такая тишина Никто не спрашивал Тимура Про Клабхаус Вот Но Так получилось Что я там Совершенно случайно Познакомился С пиар-директором Лореаля Российского Вот Мне ребята из Лореаля Прислали духи Потому что Лореаль Тоже занимается духами Естественно И я Причем Одни духи Мне не очень понравились И я такой Ну что Про них рассказывать А вторые духи Мне очень понравились Вот И я поэтому Хотел про них Реально Чуть-чуть рассказать Даже не рассказать А помянуть Что Если вам нужны Классные Такие Ядреные Очень красивые Чуть-чуть Сладенькие Но при этом Такие мускусные Духи Которые хорошо Подойдут И для лета И для зимы Такие прям Универсальные То я хочу вам Светить Мазон Мартин Марджелло Вот Ну это Вообще Мартин Марджелло Как вы наверное Может быть не знаете Но это там Довольно известный Дизайнер во всем мире И У них есть духи Которые Делаются Серия называется Реплика Они берут Старые ароматы Из 50-х 60-х 70-х 80-х Годов Берут Типа как бы Их возрождают И Как бы Делают Соответственно Типа на новый лад Вот И они возродили духи Которые Называются By the Fireplace Ну типа У Камина А у Камина Именно Да И соответственно Называется реплика Это вот эта серия Как раз Восстановленных духов И это вот Аромат из 70-х Называется By the Fireplace У Камина Мазон Мартин Марджелло Вообще Я был удивлен Насколько На самом деле Классные духи Учитывая что Вообще Я не очень люблю В целом духи Лицензированные Практически полностью Перешел на Селективные духи Которые как бы Нормально держатся Там по времени Хорошие ароматы Качественные Короче Я прям Люто Дико советую Попробовать Где-нибудь И если вам понравится То купите Вот Такие дороги Слушайте Слушайте А я хотел Вам Посоветовать Три фильма Я про них Прям совсем Кратко Расскажу Потому что Ну Про них Особо Рассказывать На самом деле И нечего Первый фильм Это Космические уборщики Это фильм Корейский Который тут Вышел на Нетфликсе И На самом деле Он космические Чистички Или как так Его перевели Блять У нас Непонятно Но История в следующем Это Как бы Вот представьте себе Команду Разношерстных Персонажей Которые На космическом Корабле Что-то делают Ну то есть Например Светлячок Помните Светлячок Вот типа Похоже Только корейский Тоже есть Смешной робот Который там Что-то типа Что-то как-то Делает И так далее И Вся история заключается В следующем Они встречают Маленькую девочку Которая якобы Андроид С термоядерной Бомбой Внутри И что из этого Типа выходит Забегая вперед Могу сказать так Фильм Пиздец какой тупой То есть Блять Вот Тупейший Прям вот Просто Блять Пиздец Почему Потому что Он рассчитан На подростков То есть Это такой фильм Типа Которому Ты посмотрел В 10 лет И такой Типа Круто Охуеть Но Почему Мне понравился Потому что Там Ебейшая Графика Компьютерная Просто Пиздец То есть Ты смотришь На это Фильм Стоил Что-то Там По меркам Южной Кореи Не очень дорого Что-то там 20 миллионов долларов Но графон в нем Такой Что ты просто Охуеваешь Каждую секунду Потому что Азиаты в этом плане Вообще Подноторели То есть Надо сказать Что у них Вырос уровень Продакшн Очень сильно Ну короче Мне он По сюжету Мне не очень Понравился А вот Чисто Зазырить Йобу Я вам советую Глянуть Тем более Что в нем Не очень Стандартная Концовка Это вообще Корейские фильмы Этим Славятся То есть Знаешь Типа Ты Сейчас вот Все закончится Вот так Нет Нихуя Оно Закончится По другому Второй фильм Это Охотник на монстров Монстр хантер Смилой Йоович Я могу сказать Так Его Хуесосят Говорят Что фильм Говно Прям просто Блядь Невероятнейшее Он Вляпался В скандал С этой Российской Шуткой Про китайцев И У него На АМДБ Рейтинг 5.3 Что не очень Много Но я могу Скать так Вечером Посмотреть Под чипсы И пиво Какой-то Прям вот Блядь Вообще Ни на что Не претендующий Фильм Посмотрите Монстр хантер В нем Ничего Вообще Вот такого Что требует От тебя Проблеска Мысли Просто Милой Йоович Ебашит Монстров Все Ёбаные Два часа Причем Я так понимаю Что я не особо Играл в Монстр хантер Я так понимаю Что там Знаешь Типа такие Омаж Небольшой Иногда Показывают Типа персонажи Там Типер Палик Помнишь Эти коты Которые Там ходили Вот там Тебе покажут Палик Но показывают Его На полсекунды На 10 секунд И все И больше Его убирают Только Милой Йоович Против монстров Вот весь фильм А еще Китайцы Там есть Тоже С Милой Йоович Классно Короче Реально Тупой фильм Который Стоит посмотреть Под пиво Я не знаю Под Под Отключение Мозга Если Очень Хочется Отключить Мозг И Наконец Отключайте Мозг И Наконец Фильм Который Я вам Реально Советую Посмотреть Называется Серебряные Коньки Это Наш Фильм Ого И Это Мелодрама То есть Представь себе Титаник То есть Типа Есть Парень Из низов Такой Знаешь Там Типа Такой Типа Который Ну там Из нищих Скажем так Да И девушка Из высшего Общества Которая Вся Вся В него Влюбляется И прочее То есть Это Мелодрама Но За Одним Моментом Дело Происходит В 1899 Году В Петербурге И там Вот Что там Нева Река Она замерзла Полностью И там Лед Лежит И вот Чтобы по этой реке Передвигаться Люди на коньках Передвигаются Ну соответственно Там Все Большая часть Этого фильма Происходит На этой речке И соответственно Там есть Какая-то Ярмарка Зимняя На которой Шпана Потихонечку Подворовывает Деньги И используют Они для этого Коньки То есть Спиздил кошелек И на коньках По съебкам Понял да Идею Так вот Вся часть Этого фильма Она снята Как Гай Ричи И это Ты реально Смотришь Эту историю Думаешь Бля Я смотрю Русскую Мелодраму И это Гай Ричи Прям Самый настоящий Гай Ричи То есть Блядь Вот прям Гай Ричи Самое настоящее И следующий момент Который Я просто охуеваю С него Это фильм Который Действие Которого Происходит В 1899 году Но в котором Есть куча Отсылок К современным реалиям То есть Главный герой Оцените иронию Работает Курьером Который Доставляет Ну не пиццу Но пироги Да там Типа Подместные реалии Типа того И у него Есть такой Люкзак Знаешь Как у курьеров Яндекс.Еды Или там Типа этого Понятно И он на коньках Типа он там Самый быстрый Понимаешь Да идею Он приезжает На Я не помню Как это Улица называется В Петербурге И короче Ее перекрывают На Невский проспект Да Ее перекрывают Потому что Едет карета С чином Понимаешь И вот так В этом фильме Все То есть Как бы Дело происходит В прошлом А на самом деле В настоящем Блядь Реально Очень странно Смотришь И Я не знаю У меня вот Прямо вот Исключительно Положительные Впечатления От Серебряных Коньков Заинтриговал Я вам просто Блядь Отбросьте Все стереотипы То что вы знаете Про русское кино Просто посмотрите Вот как Обычную мелодраму Вот То есть Которая Вот типа Вот Не знаю Типа Парень влюбился В девушку Все Вся история То есть Там Не надо Претендовать На какой-то Охуенный Сюжет Ну Блядь Как это Снято Как это Поставлено Я прям Блядь В восторге Серебряные Коньки Блядь Мое Почтие Просто Мне очень Понравилось Да Слушайте И мы Заканчиваем На самом деле Наш подкаст И у нас Наша Любимая Рубрика Лучшие Статьи Недели И Первая Статья У нас Про Клабхаус Только не тот Клабхаус Тот, который Времен СССР Статья Антижурная Рассказывает о том Как в Ленинграде В свое время Придумали Телефонный Эфир Как люди Звонили По Взломанным Номерам И Просто Общались По телефону Как бы С огромным Количеством Людей Не просто Один человек Против другого А именно Огромное количество Людей В прямом эфире Общалось Это называлось Эфиром И это В общем-то Про Эта статья Так что Советуем Эфир Клабхаус Времен СССР Такая Вот статейка Вторая Статья Про Российские Теории Заговора Мы уже Много раз Говорили Что у нас Тут Для тех Кто верит Для тех Кто верит Да И На Тит Джорнале Есть статья Где Сделали Такую Подборку Типа Того Во что Верят Люди В общем-то В России То есть О том Что такое QAnon Мы вам Как-то Рассказывали В каком-то Из нашим ДТК Да и вот Представьте себе Что у Сторонников Трампа Есть сторонники И в России Которые Вот про QAnon И прочее Я почитал Эту статью И считаю Что чтиво Недели Совершенно Потому что Там есть Карта Блять С карты Я просто Угорел Ты видел Макс Это Нет Да Да Короче Что вы понимали Карта Выглядит Следующим Образом В центре Великое Пробуждение Это когда люди Избавятся Так скажем так От От иллюзий По поводу того В каком мире Они живут И Здесь Всякие Необъясненные Официальная наука И официальными Там Типа Людьми Причины То есть Вот Например Тайная Космическая Программа Кольца Сатурна Светилище Портала Времени Место Встречи Звездные Врата Да Сфера Существования Альянса Голубые Авианы Господи Что такие Голубые Авианы Золотые Пирамиды Головые Существа Синие Сферы 6D 1-1-1 Синхронность Блять Что это вообще Значит Блять Ты читаешь Эту карту И ты понимаешь Насколько люди Наглухо Ебанутые Я вам советую Почитать На самом деле Чтобы просто Так сказать Свой Кругозор Немного Расширить Скажем так Да Вот Третья статья Которую мы хотим Вам посоветовать Она В общем-то Про Поиски Достаточно Реальных Заговоров Это как чувак Клиент Яндекс.Еды Не какой-то там Админ Или еще что-то Решил сам Заняться тем Что нашел Такую схему Фродо Внутри Яндекс.Еды Что Типа Создаются Рестораны В сервисе Подключаются К нему И они Полностью Включая Картинки Меню Копируют Другие Популярные Рестораны Например Ну например Есть ресторан Который продает Роллы И он Классный Создается Ну подключается Какая-нибудь Я не знаю Там кухня Которая продает Я не знаю Те же самые Роллы Просто Спиздила Водку Восточку Потом она Зарегистрируется Как Восточка А ты дальше Смотри Когда зарегистрировался Ты можешь Поменять Свои меню И прочее Они полностью Меняют Название Ставят Логотип Ставят Полностью Спиженное Меню Высокорейтинговых Чуваков Но С той лишь Разницей Что они Поднимаются В выдаче Потому что Они работают Круглосуточно И когда Ресторан Закрывается Они автоматом Поднимаются Наверх Какая красивая Наебка Господи Короче Он раскрыл Эту схему Он там Рассказывает Как это работает Он рассказывает Какие приемы Там применяются Ну и там Очень интересные Комменты В этой статье Потому что там На связь вышел Сам Яндекс Короче Крутая штука И вот Экономика курьеров Как она работает И как она не работает А четвертая статья Которую у нас Хотел посоветовать Тимур Это не совсем статья Я бы так назвал Это подкаст Под сосода Сталина Она называется Это подкаст О ранних годах На английском Надо понимать Да Естественно Англоязычный подкаст Его ведет Профессор Университета Мичигана Автор книги Сталин. Путь к революции Рональд Суини И я послушал Один выпуск Потому что Тимур Это закинул Еще заранее Прикольно Знаете почему? Потому что даже Если вы политически Не согласны с этим Ну то есть Понятно что У каждого свое мнение Потому что Пристальный у нас Хуй стоял Вообще И деньги были Да Все равно Прикольно Всегда слушать Про историю Через призму Внешнего наблюдателя Который Не варился В этой культурной среде Никогда Не был в ней Вот Не то чтобы испорчен У него нет Искажения восприятия Не испытывать Не пить Это не особой Ненависти к Сталину Да И вот в этом плане Такое нейтральное Максимальное мнение Если вам интересна История Историография Обязательно послушайте Потому что Даже я заинтересовался Я планирую Слушать дальше Слушайте Мы заканчиваем Наш подкаст Я могу сказать так Пацаны 213 выпуск Мы уже сделали Такое количество Выпусков Что Я сегодня забыл Какой он по номеру Вообще Я сам растерялся О чем-то Ты такой спросил А в шоу-мноутах написано Да Это хорошо Что кто-то написал Заранее Но я могу сказать так Мы бы Не сделали Такое количество Выпусков Без вашей поддержки Это Очень важно для нас То что вы нас поддерживаете То что вы нам Даже даете денег На патреоне То есть Как-то С нами общаетесь И прочее Мы вчера Например Клабхаус у нас был Небольшой такой Мини ДТКД То есть там Мы буквально На несколько минут Туда зашли Там поговорить И выяснилось Что огромное количество Слушателей Хотят с нами поговорить И передать нам привет Сказать что мы молодцы Или сказать что мы мудаки Там не важно Как-то пообщаться Вот И Прямо стало приятно То есть Ну Ты понимаешь Что аудитория С тобой Хочет общаться Хочет слушать От тебя и прочее И Одно из вещей Которые Без которых мы не могли бы Наверное продолжать Это Патреон Патреон Это способ нас Благодарить Если вы хотите это сделать Или способ нас поругать Если вы хотите Сделать Самое главное Это способ Нас немножко Дисциплинировать Потому что Ведь Очень многие подкасты Разваливаются На очень небольшом Количестве Выпусков Потому что Нет никакой Обязательности И не ощущается Некого 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 контакта С аудиторией И эта поддержка Очень важна Потому что В наших жизнях Сейчас творится Полный пиздец Но мы стараемся Находить время Потому что мы знаем Что за нашими спинами Стоите вы Что вы нас поддерживаете И вы нас ждете Это очень важный мотиватор У нас был шанс Не собраться сегодня Вообще Никаким образом И Держит на самом деле Вот эта самодисциплина Которая В том числе И на Патреоне На нас влияет Потому что Ну Собраться иногда Очень тяжело Реально очень Но Мы решили взять Свои какие-то силы В кулак Собрали И в итоге Провели подкаст Пусть днем Пусть в воскресенье Но смогли это сделать А больше всего Мы благодарим Конечно тех людей Которые Заносят нам Больше всего денег На Патреоне И это Алексей Пазников Арсений Вайс Давай по новой Миша Все хуйня Спасибо Отлично Просто Дмитрий Коробенков Евгений Неверов Женя Тонев Живи Беларусь Замбарий Зентелла Айти Ильин Егор Лубневский Дима Михаил Аронов Сахалинец Сережа Шатальников Стример Элберн Алекс Колов Алексей Кольцов Антон Серебренников Артем Логинов Артур Галиулин Денис Бондаренко Евгений Петрунко Fappingbook.com Funga Poprasha.com Коллекционные фигурки В России FX4Trader.ru Григорий Яфа Илья Кузнецов Иван Ткачев Джаггер Меш Майк Брюханов Мистер Берни Мистер Вайери Нексен Су Никита Попков Никита Стрельников Орех Пан Котик Павел Петлич Павел Стариков Полониум Радамса Реплейгейм СПБ Открытый Ти Юджин Валерия Неборская Владимир Ходоков Зив Берковский Спасибо вам огромное Пацаны и девчонки Слушайте Мы заканчиваем наш подкаст Спасибо вам Что Надо перед финалом Зачитать гонаты Потому что у нас Несколько скатилось Да Давай Хорошо Я пытаюсь открыть Доначнадерс Он не открывается Спасибо большое Доначнадерс Вы крутые Занес нам 500 рублей Вопрос к Максиму Какую взять камеру Для видео В пределах 15 тысяч Никакую Лучше снимай На телефон И это абсолютно Искренний совет Ты получишь Лучший результат Чем любая камера Пишущая видео За эти деньги И Macbook Air На М1 Для монтажа норм Шикарный совершенно Лучше многих Компьютеров С видеокартами Потому что он Видео поддерживает Нативно Тип Баумер Занял 100 рублей Классический Вов не продает Продает только подписку Общую для классики Текущей версии Вот так вот Проебались по фактике Ну Я как бы не в курсе Я на самом деле Знаете Я играл в Warcraft Довольно долгое время Но После какого-то аддона По-моему Это был катаклизм Я понял Что играть в него Абсолютно Бессмысленно Если ты вот Только не тратишь На него абсолютно Все свободное время Ну то есть Ну то есть Нет такой Такой истории Когда ты можешь взять И там Чисто на 5 минут Залететь Типа того Нет Тебе надо Реально Типа Сидеть И задрачивать Всю эту историю И когда я это понял Я ушел Мы пытались Мы пытались много раз Вернуться туда Я по-моему В 2017 Кажется Году Когда там вышел Этот аддон Который Который был Про Бля Я даже не помню Про что был аддон Прикинь Короче После панд После панд А Мистов пандария Не не После панд Следующий После них Я забыл Как он называется Я пытался В него играть И меня хватило Что то По моему На месяц То есть Я вот Купил подписку На месяц И на этом Закончил Как бы Все После этого Как отрезало Вот я еще Вчера смотрел Когда там В пятницу Был близкон Я посмотрел Ну типа В чем Исикай Что там Новое Я понял Что мне Ничего не щелкает То есть Раньше Я например Смотрел бы Там Какой нибудь Сильван Ветрокрылую Показали бы Мне Я такой Да бля Пойду Куплю аддон Нет Уже все Запал пропал Мне кажется Мне просто Надоело Такое же Было Видимо Да И нарутообразный Каталог Пластиковых кукол Занес 100 рублей Пацаны Здорово Вчера даже Привет Сказал в Клабхаусе Тимур Смотрел Анима Реинкарнация Безработного Говорят Что очень годный Исикай Увы Тимура Тут нет Но Наверное Да Он не может ответить Но Наверное Смотрел Ладно Слушайте Мы заканчиваем Извините Что так кратко У нас так происходит Со временем К сожалению Косяк Но мы все равно Собрались Все равно Собрались И записались До следующей недели На следующей неделе Мы Надеемся Что у нас Удастся собраться Нормально Мы проведем Четырехчасовый подкаст Как мы это Обычно делаем Не дай бог Умирать Просто проклинать А еще У нас давно Не было ДТКД нормального Так что На следующей неделе Попытаемся Его сделать Спасибо вам Что смотрели Спасибо Что донатили Давайте До следующего раза Всем пока Пока